Всё, я здесь, ребят, и твич-то пошёл уже вот в чём прикол. То есть можно было как бы и... Можно было и без топ-старта обойтись, ну ладно. Через несколько секунд я вернусь, через секунд 30 буквально. Продолжение следует... Ну что, ребят, на кипбете ставочки все есть, кстати говоря, на все эти игры. Что самое главное. Всё, стрим начался. Твич тоже пошёл. Смотрите. Смотрите. У кокоса вырубили свет. Блин, вот такое начало, когда вырубают у кого-то свет, это просто дичь. Смотрите. 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 Всё, овер-минус наконец-таки. Сбивает Кокос, но демага третий уже раскачивает. Что за десятка пришла? Куда пришла? Пока там ничего не пришло, не знаю. Надо будет узнавать потом по этому поводу. Тут на третий Нексус Кокос выходит. У демаги Кубати 20 лингов заказано сейчас. Здесь у нас Оракул висит. 47-43 парабам. Спорка есть на второй базе, вообще не наблюдаю пока. Нету спорки на второй. Только на мэйне на третий. Вот Оракул как раз на третью прилетает, а на второй-то демаги что не ставят? Типа здесь нету угроз никаких, что ли? Ещё 18 лингов в продакшене. Забегая от линги к Силнаге, уже бежит около двадцатки вперёд. 22 линга здесь. И двадцатью двумя там можно уже подгрызать на самом третью. Хотя здесь Оракул второй. Второй Оракул, наверное, поможет. Не, наверное, он точно поможет в обороне, но... Так, забегая от линги. И пилон демага сразу же окружает. Но не всеми лингами. Частью накидывается на юнитов. Пилон падает. Нужно к юнитам подвести лингов. Ещё два Оракула прилетают. Два Оракула здесь уже лингов просто разваливать будут. Но энергия-то ведь конечная у Оракулов. Вот в чём проблема. Здесь линги отдаются. Демаг пытается сталкеров отгрызть. Сталкера не так просто по отгрызть. Один хп у него остаётся. Вот это да. Оракулов две штучки. Но у одного сейчас энергия кончится. Только у одного останется. Здесь надо адептов принимать сталкеров. Адептов сталкеров демага пытается принять лингов. Очень большое дотекание. Одиннадцать дронов. Сейчас заказ. Здесь демага пытается убить этих. Ну вы поняли адептов. И Кокос отбивается. Кстати, я парабам. В итоге проседания особо нету. Подгрызает демага все пилоны. Ещё линги дотекают. Здесь два Оракула плюс адепты. Но не получается у демаги продавить. Варп идёт где-то сзади. На быстрый пилон нужно здесь тоже пилон ставить. 86-90. Кокос отбился. И парабам в плюсе. Я думаю, что самое интересное он сейчас оказывается. Демаги ренджовые грейд. Плюс один заказан. Здесь Оракулы прилетают. Помогают отбиться. Но энергию, правда, потратили тоже. Здесь ещё линги забегают. Ну что тут уже сделаешь? Демага слил уже 64 линга. И потери совсем не в его пользу. Ну линги от. Плюс их, конечно, что юнит очень дешёвый. Здесь Фатоночка уже есть. Вообще демаги не получилось расшатать кокосы. Но экономика развивается. Четвёртый уже ставится. Макрохата дома на мейне здесь. Вэллингнес. Гидроден. Рабочих 62-72 не в пользу демаги. Сейчас он добавляет рабов ещё. Дабы ещё увеличится. Сейчас значительно. Здесь есть какие-то оверы в грелке шатают. 4 пилона имморталы строятся. А где Роба стоит на сухокосу? Роба на третьей базе. И здесь всё-таки стеночку он запиливает. У демаги тоже четвёртая хата. 77-73 парабам. Пока что всё нормально по экономике у демаги. Здесь Араху прилетает. Чуть не погиб сейчас от королев, от двух. Но чуть не считается. 10-13 гидралисков у демаги. Атака рейджовая доделывается. Коготь уже есть. Можно второй эволюшин запилить. Вот в стиле нерча мне нравится. Если уж ты не делаешь грейды на армор, то 2 эволюшины и Коготь и атаку делаешь. Линга Бэй на гидре очень эффективно получается. Так, здесь Арахула пытается шатнуть. Шатнуть не получается. Ну и 82 дрона у демаги. Это реально уже что-то много. Ещё одна спорка на четвёртую ставится. Здесь линги до-сюда бегают. Криптуморы соединены. Все базы. Можно он здесь вот пятую, например, заказывать. Всё равно здесь где-то в центре вот около этой штуки биться надо будет. Так, дропчики бэйлингов на мэй сейчас будут идти. Кокосу, насколько я вижу, личность эволюшин. Хайо пока нет. Вторая рейнджовая атака. Мув бэйлингом, мув роучем. Оверы готовы у демаги. Ну пока никуда не летит, не загружает. 75 дронов и 7 ещё заказано. С пятой базой не спешит пока демага. Всё, полетел вперёд, а оверы тут... Вот демага прикалывается. Полетел вперёд, оверы без бомба. Это всё интересно, но на медленных оверах это полная печаль вообще. Так, здесь Оракула в демаге дро принимает. Мув овером, заметь же, что не отсутствует. Закажи ты мув овером, Дима. Что ты делаешь? Оверы облетают. Сейчас 184, 158. По лимиту всё-таки демага обгоняет. Но в плане продакшна старого доброго демага узнаю. Но ошибки присутствуют очень серьёзные. И здесь, кстати говоря, сейчас уже шторм будет. Демага так и не заказан. Вот, второй эволюшн, кстати, добавил. Коготь второй делает. Шторм так, простите, вот мув овером заказал. Шторм так и не заказан. Шторм, точнее, готов, прошу прощения. Демага тоже всё заказал, что нужно. Но тут 200, почти. Ну, 190, 190. Лимиты практически равные. Белки врываются на майн. Ещё один давар очередной идёт. Демага идёт вперёд, получает шторм. В куче лингами нападает. Ой, сколько там штормов. Просто жечь какая-то. Штормит кафос очень жёстко. Сейчас демага наламывается. Беллингом пытается ворваться. Гидракция под ударом. Сейчас ещё шторм пойдёт в шторм. Последний шторм мимо, правда. Здесь в это время линги мейн сгрызают. Но делки демаги зато мейн развалили весь. 17 пробок демага уничтожает Пробсу. Но Пробсу больше лимита. И четвёртый ник устроится. И давар взялков здесь ещё произошёл. Кажется, это проблематично будет уже. Даже это отбить демаги. Вторая атака рейнжовая доделалась наконец-то. И демага еле-еле, но отбился. Делки прегают на бейлингов. Неприятно. Здесь в момент шторм ещё один проходит. Демага фаерболчики кидают. Ну, там попадает пара фаерболов, конечно. Но Кокозу всё равно больше лимита сейчас до сих пор. На мэне фатоночка образовалась. Хайв пошёл. Второй Кокоз в бимаге доделывается. Парабам в плюсе. Почему он вот эту хату упорно не ставит? Идеально бы вообще она здесь стояла бы сейчас. Ну что, шпиль пошёл. Здесь бы плёточку хотя бы одну. Да, одну плёточку демага ставят. Кокоз выдвигается. 186 Кокоза. Двух Грейтер Спайра. Ему, естественно, надо проатаковать. Демага ни одной. Ксилнаги вообще не контролят сейчас. Клинги тут бегут. Увидит сейчас выход Кокоза Демага. Видит прекрасно выход. Забегания идут. Здесь у нас призма шатает в районе 9-10 часов между 9 и 10. И Кокоз собирается наламываться. Демага бейлингов не морфит. Это ошибка сейчас. Без бейлингов тяжело будет отбиться. Кокоз проверяет хайграунд. Там ничего нету. Бейлингов у демаги нету. Зато есть дюра. Не лезет Кокоз пока. Здесь зелки со всех сторон шатают. Королева минус. Заходят зелки в очередной раз. Надо Линго Гидру сюда послать, чтобы отбить все это дело. Одновременно какой-то здесь зайти пытается или не пытается. У него нет уж обтяжки, по-моему. Так, Демага принимает наконец-то зелков. А в сервером Кокоз видит все прекрасно, что происходит. Наламывается на люру. Минус люра. Пошли штормы. Демага с разных сторон пытается зайти. Линги слиты моментально. По Гидре тоже штормы очень жесткие проходят. 130 на 119 полимитра. 28 лингов у демаги. У Кокоса там 2 на 2к уже ресурсов, по-моему. Это очень жестко. OUT. Пошли шторм, ну пробивает. Так, отводит мазеркор Кокос. 132, 92. Пробивает и всё, ГГ. Демага, пишет Демага. Вторая карта у нас на горизонте. Что там у нас второе-то? Сумеречные башни у нас вторая карта. Сумеречные башни. Сумеречные башни. Сумеречные башни. Сумеречные башни. Сумеречные башни. Там браток 1-0. Где там браток 1-0? Что там браток играет вообще? Ну что-ка, акус 1-0 ведет. Вот так вот. Ну что, здесь у демагии 3 хат и пул. Билд, соответственно. Кокос сейчас все это увидит. Пошел газ. И пул. Так, гейт кибернетчика присутствует. Здесь гейт Нексус кибернетчика был убил, соответственно. Как кокос отреагирует. Третий Нексус ранее будет, не ранее. Посмотрим сейчас. Все, пул готов. Королевы заказаны у демаги. Три штуки сейчас берут. Смотрите, что-то втыкает. Дронов заказывал сначала демага. Так и не закалывал третью королеву демага. Не знаю, что он втыкает. Зато муфлинингом закалывал. Где королева-то третья? Забыл, что ли? Пока не строят, личинок хватает. Ну, сейчас-то как-то дадим. Сейчас будет не хватать в итоге, в перспективе. Здесь робо-бэй. И кажется, это харас с дестабилизаторами будет. У демаги Беллингне ставится антиадепт. Но он не будет решать при том, что делает кокос. Вот в чем проблема. Ну что, готова призма. Как раз 100-250 надо газу. 100-100 муфы. 100-150 дестабилизатор. Да. Пошли бусты. С одним ли дестабилизатором кокос будет? Харасис, вот в чем вопрос. Наверное, с одним все-таки. Демага как-то отсутствует. Залет оверми как таковой, в принципе. Он даже не пытается залететь никуда. Что самое интересное. Выводит кокос в пробку. Собирает с нексуза. Здесь маслинги от демаги. Все бежит вперед. Ситебеллингбас какой-то будет на хайграунд. Получается даже. Да, и посмотрите, сколько ресурсов у демаги. Это будет быстрая игра. Дестабилизатор. Харас начинает. Все летит вперед. Но у кокоса ничего не останется дома. То есть дестабилизаторами линга бейлингов отбить. Ну, это нереальный практически момент. Так, забегает на рамку. Увидит адепта сейчас кокоса. Здесь лингов забегает. Несколько штук. Пилон убивает. И бейлинги идут вперед. Лингов просто миллиардов. У демаги 86-61 по лимиту. Заходят бейны. Сн3 нету. Это минус кокоса, к сожалению. Для кокоса. Так, дестабилизатор пытается что-то там убить. Ну, лингов часть взрывает сейчас. Бейлинги врываются. Дестабилизатор минус. Призма еще одна строится. Нет, здесь как-то уже ничего не сделать. Кокосу. Это очевидно. Мамин 89-35 по лимиту. Весь мейн уничтожается. Сейчас прыгает. Кокоса 1-1. Привет, Велека. Крадок. Точнее. Что у нас там? Третье было. Хорош демага. Взял очень быстро. Третье у нас руины. А что за руины? Сероса руины. А, Индиона руины. Почему Серос? Вспомнили с мили Сероса. Поехали. Все готовы? Всем удачи желаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. Ребятки, бабкин барн-барн. Я затупил. Там на самом деле и есть 10 баксов как раз-таки за сегодня. Спасибо тебе. Еще раз. Вот. Ну что же. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Не понял, каких пробок Кокос не разводит в начале Почему он может проиграть Вроде Кокос все разводит Более-менее 4 линга у демаги заказано 2 королевы, 3-я хатка Доделывается, 8 лингов у демаги заказано И муф лингом 10 лингов у демаги Нет, это против 2 адептов Просто линги, насколько я понимаю Так, адепты заходят Надо лингами принимать бой Здесь 2 линга у демаги уходят Кокос заходит на 3-ю На мейн вырываются адепты А что демага так реагирует Стремно как-то Так, здесь лингов пару кокос убил 4 адепты сейчас будет уже здесь Ну камни-то не пробиты Сейчас демага как на СЗ Ворвется в ответочку Вот это будет номер Ведь демага перемасил лингов Ну хоть бы сныкал бы их Я не знаю Что-то как-то откровенно Сейчас кокос просто камни начнет пробивать Там оборону строит Так, адепты пытаются на мейн прорваться Кокос разводит Не заходит на мейн Демаг забежал на мейн 7 уже Еще 6 лингов заказано Все, сейчас мух будет готов Так, ну вот это жесткий развод Непонятно куда врываться На адептов Или на иллюзии на их Все, мух лингом готов Сейчас Уходит сейчас Отсюда кокос Но адептов забыл Под камнями Это минус адепт Сейчас будет Демага зажимает Частью лингов Уже сзади побежал Адепты демеджные будут Сейчас очень сильно Адепты не телепортируются Демага в итоге принимает Их здесь всех До варп Еще адептиков идет Прибегают линги Попытка подгрызть дронов Пробок, точнее Очень какая-то кривая попытка Одна только пробка Пока что погибла Вторая Ну и здесь уверчаж Вставляется Еще одну пробочку Демаг забирает Нужно сваливать Отсюда всеми лингами 4 пробки минус 40-31 Парабам В принципе демага в плюсе Я вижу Роучворн Сейчас заказанный Но лейера пока У демаги нет На 3 семечка Раскачка идет Не знаю Сколько будут игры Проходить Есть пары Конечно Где фавориты Очевидные Но Насколько долго Будет играться Это вопрос Конечно Вот 1-1 Кокос против демаги Но здесь пара Более-менее ровная Такая Это очевидный момент Демаг более-менее Подтренивался Кокос Последнее время Был неплох То есть Мне сложно было бы Сказать фаворита Здесь Вот и счет 1-1 В итоге Так Кокоса Призма И так Но это не будет Улыном То есть Это будет Триггейт Адепт С призмой У демаги Демаги 2 роучи Видит адептов Сейчас прекрасно Ну Лингами Я бы Например В контур забегания Демаги пошел Но он Просто Сейчас их Спалил Если подбежал Как-нибудь Можно было бы Попытаться Да что сделать Видит адептов Их реально Уже Достаточно много Здесь 10 штук 14 роучи У демаги Заказано Я так понимаю Это после Обороны от адептов Еще будет Какой-то врыв Со стороны демаги Ему ничего не останется Здесь делать Так Адепты не стали Телепортироваться У кокоса Но надо стоять Ждать Нужно больше Как можно Строить роучи Здесь и кокос Понимая Что здесь Контратака От демаги Вполне возможно Будет присутствовать Он строит Даркшайн Так Здесь роучи Бомбят адепты Роучи Кстати так Все как-то Размениваются Внутри адепты Упало уже Здесь адепты С призмы Прилетают Начинает Кокос шатать Здесь адепты Уничтожили роучи 4 штуки Будет врываться Кокос Да врывается На второй Но здесь рядом Линги демаги Оказываются Адепты зажаты Моментально Линги падают Все падает В это время Даркшайн почти готов Нужно лейер Демаги делать Сейчас Срочно Иначе он не сможет Продавить С даркшайном То может Кокос Здесь Собственно говоря Получить гигантское Преимущество Демага вперед идет А здесь 15 секунд Даркшайна Реведжеры Выдвигаются Да атака Будет очень сильная Но поверьте Мне дарки Очень быстро Ликвидируют Эту атаку Но кокос Вместо дарков Варпит сейчас Сентри Зилков В итоге Гейты Все на кд И попробую Сейчас дарков Успей наварпить Сейчас демага Будет врываться 78 111 Очень на волоске Здесь все висит Демаги Нужно быстрее Соображать Ну он то не знает Про даркшайн Вот он заходит Смотрите Даркшайн то Видит демага Да дарки пошли Посмотрите Пилон падает Дарки сбиваются Сейчас варпа Дарков нету Демаги нужно Фокуснуть Даркшайн Чтобы они вообще Не зашли Сейчас Один дарк Всего здесь оказывается Еще один варпится Два дарка От кокоса И они здесь тоже На самом деле Неплохо Все добьют Лейер демаг заказывает Но демаг Кстати критический Получит кокос Судя по всему Здесь Не так просто Будет ему Восстановить экономику Судя по всему Здесь до варпа На рампу Уйдут Нексус упадет Возможно И нексус Сейчас упадет У кокоса Проходит Демага Крампит И куда же кидаешь То фаербола Эти Ёмаё Еще зелок Варпится Сейчас Ёлка Нужно как-то Развалить Демага Лезет Просто лезет На КГ Лингев Не достраивает Сейчас Это очень печально Ёлки падают Одного дарка Умудрился Сбрить Демага Но других Сбрить Не получается Кокос Пробками Отбивается Рабочих У кокоса Больше Чем у демаги Где фаербол Хоть они Фаербол Кидается Бой Морт Не попадает По пробкам Я думаю Ну что 51-40 И не так Все и хорошо У демаги Делается Оверсир Линги Забегают Сейчас 21 пробка Погибла Да Тут Тяжеловато Все равно Будет Отбиваться На самом деле Лингов Мало бы Казал 30 бы Лингов Сюда прибежал Сейчас Минус Кокос Был бы Забегает Демага Так Мотлу Под ударом Мотлу Падает Не падает 2 хп Осталось Блин Везет Кокосу Здесь еще Адепты Пошли Мув Демага 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 Роучим Но адепты Шатают С призмы Сейчас Какая игра Интересная Получается Вроде Как Демага Зашатала Вроде Как И не Может Убить Оппонента Своего Совсем Устанавливается Кокосу Здесь 37-42 Парабам Близко Демага Строит Еще Три Королевы У королев Столько Не понимаю Три Ж Есть Он Не Собирается Врываться Похоже Что Ли Шпиль Можно Перейдить Во все Что Угодно Можно Было Перейти Уже Кстати Лэйр Давным Давно Есть Шпиль Бы сейчас Идеально Зашел Против Того Что Кокоса Есть У него Ничего Нету Против Воздуха Так Адепты На вторых 8 Дронов Кокоса Демага Демага 10 Роучи Делает Он Будет Врыв Очередной Делать Здесь У нас Призма На Мэне Еще Довар Пошел Адептов Демага Видит Этих Адептов Но Они В Призму Садятся И она Улетит Все Мув Роучем Готов И Роучи Вперед Побежали Да 19 Штук Сейчас Роучи Все Бегут Вперед Мофится Пару Реведжеров Здесь Камни Завалены Сейчас Демага Приходит Камни Надо Убивать Или Он На Третьей Будет Камни Сбивать На Третьей Будет Демаг Камни Сбривать 113 81 Здесь Призма Летает Но Кокос Королев Не Видит Что ли Сейчас Призма Будет Уничтожена Ошибка От Кокоса Призма Падает Здесь Камни Тоже Падают Демага С Уверсиром Врывается Сюда Да Филды Есть У Кокоса Но Минус Третий Нектос Абсолютно Точно Так Уверчаж Выставляется Идет Кокос Убиваться Филдов Здесь Много Присутствует Здесь У Кокоса Ну У Демаги Большая Построечка Роуч Релоджер Сейчас идет Релоджер Падает Один Так Читлинг Там Отменяется Будет Демаг Наламутся Да Будет Наламутся Демаг Заходит Уже Внутрь Что боится Я не пойму Оверчар Оверсир Есть Все Есть Так Фаербол Есть Против Филдов Кидай Не хочу Четыре Иммортала Здесь Вот в чем Проблема Демаги Заключается Это реально Дофига Так По центре Попадает Фаербол Очередной Все Энергии Мазерпора Нет Надо Пилу Начать 122 77 По лимиту Еще Релоджеров Четыре Штуки Демаг Демаг Добавляет Лингов Очень много Заходит Тут эти Камни Пробил Уже Были Для Кокоса Потому что Здесь Демаги Будет Не зайти Просто С одного Направления Нужно Пробить Основную Демаг Пробивай Камни Фаербол По двум Камням Сразу Идут Пробивает Камни Номер Один Так Заходить Надо Через Два Направления Сейчас Демаги Фаербол Мимо Летят Демаг Собирается Врываться Да Собирается Линги Заходчив Фаербол Еще один Камень Сбривает Демаг Все Кокос Крампи Отошел Сейчас Нужно С двух Втором Демаги Войти С третьей Из центра Сейчас Кокос Выходит Вперед Трамп Очень широкая В спину Сейчас Забегание Пойдет Заходит Демага Филды Пошли В спину Забегание Пошло Филдов Недостаточно Фаербол Достаточно Много У Демаги Здесь Чтобы Кокоса Прогнать Здесь Довар Пойдет Кокосика Демага Его окружает Заходят Уже Роуч Сталкеры Минус Здесь Филды Тоже Минус Имморталы Сзади Пока Что Живут За Нексусом Но 137 73 Кажется Демаг Все таки Дожмет Кокоса В этой Игре Идет Вперед Уверч Да Фаербол Кидается Уверчаж Ставят Кокос В надежде То Что Они Как-то Помогут Они Конечно Помогают Но Этого Недостаточно Ну Что Здесь Попытка Харас Ну Призмой Но 25 107 По лимиту Ребят Это К сожалению Не Вытащить Будет Мазер Кур Минус Ну Все Призма Сейчас Погибнет А Может И не Погибнет Да Да Если Там Три Призмы Летать Здесь Ничего Не Сделать 11 128 По Лимиту Конечно ДГ ВП Пишет Кокос Демаг 2 1 Спустился Спустил В смысле Победил Спустился Это Оказывается Блай У нас Продолжение следует Относим Работает 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 Три Кокос Хорошо Играет Это Скоро Нет Демаг Сейчас Он Может Быть Из-за Проблем С Интернетом Не Показал Весь Свой Уровень Продолжение следует... 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 Привет, спиритолог! Привет, спиритолог! Привет, спиритолог! Привет, спиритолог! Так, как есть, можно, в принципе, было бы и по новой сыграть. Ну, тут, как бы, разницы мало. Ну, теперь летит вперёд, ублая 6 лингов заказано сейчас. Попытался Блай Рипера окружить, ничего не получилось из этого сделать. Попытается ещё раз окружить, но не получается. Королева готова. Инъекции пошли, королеву отогнал, всё. Ну что, Липера Блайчик убивает. Здесь первые 2 гелиона и 2 мариков, всё, что есть вообще сейчас. Тирана. И сейчас в ринге с мулом через пару секунд забегут, минус 2 мариков сделают просто-напросто. Блай, минусую 2 мариков. Здесь надо минеральную линию ворваться. Пытается бункер минуснуть. Пока бункер минусовал, больше ничего особо-то и не минуснём, блядь. Хотя, может, вот этот, если этого мула минуснёт, вообще будет хорошо, но не минуснул. Так, рауч ворон ублая. Плюс 2 агаз, третья хатка ставится, муховером готов. Видит прекрасно, что происходит. Либераторов всё видит абсолютно, что делает сейчас Матвей. Он же мотик 700. Так, и армори пошло. Так, а чё армори? Ещё 2 гелионов, лбаты. А, здесь либератор, это масс-воздух со стороны тирана будет сейчас. Но сапплай-блока и один либератор вообще не строится сейчас. Депошки вот только достраиваются, только-только начал строиться. На одном хп ушёл ловер, Блая очень везёт сейчас сильно. Ещё гелионы катаются. Несколько раучи есть у Блая, лейер пока не заказан. Виду, минус 2 дрон, забегание лингов опять проходит. Это нелепо. Так, раучи, Блая, вперёд идут сейчас. Два гелиончика подрезает. Колёса там полетели. Здесь пытается заехать белоцераптор гелионом, и ничего не получается с него. У Блая линги готовы. Увелся раптор, блин. Матвей, конечно же, он же мотик. У Блая много газа, нужно 4 овера добавлять. Нужно реводжеров запилить и просто убить в лоб пойти. Блая это, кстати, и собирается прямо сейчас сделать, как вы видите. Новые реводжеры заказаны. Фаербол по реводжеру пошёл раз. Сейчас ещё пару фаербола будет кинуто. Идёт Блая уже напролом. Убревает всё. Либераторы падают. Очень-очень быстро. Сейчас ещё один упадёт. Кажется, 104 на 51. И Блай здесь выигрывает, по-моему, эту игру уже. Ну, практика для молодых игроков. Для мотиков практика, что с Блайм поиграть нечасто. Я думаю, ну, хотя, может быть, где-то на других турнирах играет. Но всё равно это помогает игру улучшить, естественно. Но тут без шанса, к сожалению. Для него контратак никаких нет. Блай, причём там чего-то ожидает уже, не знаю чего. Здесь врыв на хайграунде. Фаерболчики либератора Блайм хотел прямо на месте забрить. Сбревает зато над Старпортом. Трансформирует в хелбат. Сейчас ещё один либератор выйдет. Но от него уже и толку-то нет. Никакого вот он раскладывается. Это Блайм сразу же фаерболит. Их просто моментально. Они даже стремятся ругать. ГГ пишет Морбей. Вторая карта у нас. Форик 0.50 ходил я на Варкрафт. Так. Фроузен у нас карта. Следующая. Храм в Альдах. Так. Продолжение следует after. 5 минут. Продолжение следует... Поехали! Продолжение следует... Так, ну что, была 1-0. Газ-барак здесь, судя по всему, рипер будет у нас. Продолжение следует... Ну что, подъезжает КСМ-ка. Влазь мейна начинает, между прочим, сейчас. Может, это будет ранее Роуч Ворон, может быть, Линга Муф. Ну, против рипера Линга Муф. Типа как Даркбай начинает сейчас с таким же билдом. Посмотрим, что из этого выйдет. Следующая пара у нас, браток, против Сирала. Кстати, игре надо бы сказать, Паша, чтобы почеркали. Смерть на пороге. Смерть на пороге. Так, даю сетку. Так, Блай видит все прекрасно. Это ранний стим. Будет с передропом минок. Стимпак пошел. Умеет, Блай, это дело контрить? Я уверен, что умеет. Конечно, сейчас популярный очень билд. Никаких муталисков здесь строить не надо ни в коем случае. Здесь нужно либо как-то убивать до всего этого, либо уже, соответственно, с Роучами как-то действовать. Десять лингов Блай заказывает сейчас. Здесь у нас есть, между прочим, четыре. Но сейчас Риппер их по количеству немножечко уменьшит. Восемнадцать лингов Блай заказывает. Ну, а как? Я не понимаю. А, здесь бункера нету, кстати говоря. Лингов Мух через девять секунд будет готов. Один линк ушел сейчас. Блай выбегает. Остальные вперед выдвигаются. Делается эволюшн. Овер будет еще и на мейн передропывать. Вот что тут очень важно. Пытается Овера Матвей подрезать. Овера подрежет сейчас. Но они не подрежутся. Смотрите, Блай с Мувом забегает. Вот он Риппер плюс Марики. Линги вырываются сейчас. Окружает все. Тут Блай сразу же. Не, не все. Несколько Марик окружил. Несколько все еще живут. Линги по очереди подбегают. И Блай как-то тут... Так, линги от Риппера гранату вернулись. Сгрызает все-таки Блай Риппера. Всех здесь на второй базе под ударом КСН. И оказывается, ну, с Блаем такую агрессию он обязан ожидать. Каждый игрок, на самом деле, проблевает у Блай. Все, армор делает. Так, ну что, один линк, все, живой. Вычинивает там Матвей, все хитрец. Убежит линк. Убежал линк. Чуть чудом выжил сейчас в этой бойне, но недалеко убежал. Блай забыл про него. Минус линк. Здесь Овер Морфится, но нужно новых лингов подстраивать. Тут у Блай Ринги побежали вперед. Вот сейчас Биллиончики оббегают. Нужно сверху обвести все, что вышло сейчас. И Роуч Ворон заказан. 36-33 барабам. Передропчик будет на мейн. Но Стим уже почти готов, кстати говоря. Их, какую еще рекламу не включить? Никакой рекламы нету. Не знаю, про что ты вообще говоришь. Реклама какая-то. Реклама выключить. Ну что, врывается Блай здесь на Стиме. Нет, Блай никуда не врывается. Пришел Матвей. Лингов минуснул и Овера минуснул. На Стимпаке сейчас. Нелепый дроп какой-то со стороны Блая был. Там 5 Оверов заказано. Нужно до заказа Блай какой-то делать сейчас. Причем лейера нету до сих пор. У него 9 Роуч. Я вижу, заказано. Это будет Чис какой-то, насколько я понимаю. Да, Минат сегодня играет. Вся 1-8 играет. И у вас будет задержка 90 секунд. Встречает Блай Матвея. Принимает. Здесь у нас Линги пытаются ДПушки подгрызть. Но стенка полная. Марик испускается. Блай, нужно Лингов отвезти. Отведишь ты Лингов. Что же ты делаешь? Чуть всех не отдал. Даже если бы ДПушка погибла. Что дальше-то, ничего бы не произошло. Роучи двигаются вперед. Там Либератор заказан. Еще 22 Линга заказывает сейчас Блай. Реводжер Морфидса. Ну, один пока что Реводжер. Еще 5 дронов. Газа Блая явно не хватает сейчас. Нету Оверов больше. Ну что, надо заходить. Реводжер и Роучи Линги. Много юнитов здесь. Так, 3 Овера заказано. Что-то Блай долго ходит туда-сюда. Здесь у нас Марики заходит. Еще один дропщик летит в Минке. Королева Мирова еще встречает Блай. На F2 все взял, отвел. Прессинг-то будет, пока Блай собирается прессовать. Здесь 200 лимитов сейчас находится уже. Приходит Блай. Фаерболит там что-то. Депошку Фаерболит. Надо новых Реводжеров запилить сейчас. Будет Блай прожимать здесь? Не знаю. Реводжер всего один. Этого мало явно. Заказан Лэйр. Депошка сейчас догорит одна крайняя. Горела Депошка. Еще Фаербольчик идет. Да газ-то был. Что-то было странно. Реводжеров не запиливают. Ничего не запиливают. Фаербольчики падают. В это время Минка прилетела к Блайу. Она убила всего одного рабочего. Так понимаю, Роучи сейчас выбьют. Как спор, когда делается. 8 еще дронов. Отступил Блай назад. Не стал ломиться. Думаю, что правильно я сделал. Так, Грубчик нам и отвела за Раптора. Что-то у Блая тут вообще просто дичь какие проблемы. Я не знаю, как ему вообще эту игру втащить теперь. Здесь Минка дропается. 8 дронов. 22 дронов уничтожено сейчас. Юнитов здесь очень много появляется. Блай здесь ждет третью СЦ, но она пока не вылетает упорно. Не делал минус, что Матвей тупит. Ну, тут вторая атака у Блая. Мув Роучи не заказан почему-то. Минка залп еще делает. 9 рабочих! Ё-моё, 17 дронов уничтожает уже одна из минок. Просто жесть какая-то. Блай нужно атаковать, иначе здесь беда. Просто Матвей перемасит. Так, Минки грузится. Смотри, это удивляет прямо Блая. И меня. Я думаю, многих. 2-2 Блай заказан. Ну, у Блая хорошие грейды, и он сохранять лимит умудряется боевой. 13 дронов сейчас дозаказано. Ну, на Мэйне уже их оставлять вообще смысла не вижу. Тут уже и ресурсов-то нет. Надо 6 часов заказывать быстрее. Здесь 4 Минки в дроп перетит, и 2 пешком еще идет. Нормальный такой дроп. Здесь что-то Марики гуляют, проверяют. В это время 8 Мариков на вторую сюда прилетят, видимо. Так, залетает Матвей. 2 Минки окопались сейчас. Блая их очень быстро выбивает. Пришел Блай отбиваться, отбился. Медивак сбил, еле-еле. Еле-еле сейчас сбил. Опять я велоцираптора вспомнил. Да, конечно, не велоцираптора. Опа! А это что было? Закатились бейлинги от Блая и минус 16 КСМ. Восстанавливает Блай паритет в этой игре. Посмотрите, даже 71 дрон на 45 КСМ стало. То есть буквально раз тиран пропустил, и все. Блая 38 что погибало, что не погибало в итоге рабочих. Четвертую ставят. Здесь ровущие ринги идут вперед. Собирается по счету. Ну, хат встать. 2-2 грейды сейчас будут мувбеллингом делать. То же самое, что Дарт примерно Блая исполняет сейчас. Но фаерболы нужно как-то, может, реводжеров побольше делать. Грэды-то 2-2. Будет очень хорошо с такими грейдами реводжеры решать. Со своим рейнджом плюс фаерболы еще кидаться будет. Блая вообще лезть не спешит сейчас. Так, 24 бэйна пошло. Но реводжеров, правда, нету нифига. Блая меньше, чем Матвеев. Сейчас резко становится. Забегает сверху на 6 часов. Здесь планетарка уже готова сейчас будет. Заходит Блайк в третьей базе. Здесь масс био просто. Сенсор Тауру убил, чтобы не видно хотя бы было передвижений. Встречается с Марикомародерами Блай. Но вперед не идет. Сканит сейчас. Матвей видит, что здесь много реально бэйлингов. Там инфестор и микоз. Коготь у Блайк шел. Хайф не заказан пока. Вот Хайба, наверное, надо было заказать уже. Что, принимать Блайк бой собирается? Да, принимает бой. Бэйлингов нужно вперед пропустить. Матвей собирается подкайтить. Подкайтил. Блайк фаербола кинул, отошел. Ну, тут 4 реводжера. Все, фаерболов не так уж много. Матвей продолжает двигаться вперед. 200, 170 по лимиту. Стимпак опять же от Матвея. Бэйлинги вкатываются в Мариков. Прямо сейчас жестко очень. И Блайк разваливает оппонент своего. По своим бэлингам фаерболы, правда, кидает. Зачем это было сделано? Не знаю. Случайно Блайк, видимо, это все делает. Смещается с 4-ой ЦЦшки. Но здесь есть новая био, собственно говоря. Блайк заходит. Фаерболы пошли. Фаерболы падают. Ничего не убивают. Есть микоз. Нет, микоза нет. Есть инфестора. Просто энергия только-только сейчас накопилась. 75. Второй пугать Блайк делает. Пошел еще скан. Здесь с мародерами еще походит. Мотик 180 на 164-ую ЦЦшку занял. Блайк собирается выживать отсюда, товарища Матвея. И ультралис Кевин заказан. Ну, не надо лезть от мародеров миллиард просто. Пробивает камни Блайк. Будет на хайграунд сюда заходить. Судя по всему, да. Сейчас юниту Блайк сливает. Микоз пошел раз. Микоз пошел два. И Микоз пошел три. Фаерболить надо. Био там. Ну, не успел Блайк медленно. Фаерболу еще кидал. По лимиту в итоге 117 на 180. Ну, Блайк ультралис Кеверна ждет сейчас, чтобы ультралов можно быстрее заказать побольше. Ну, армор уникальный. Вот там пошел. А где сами-то юниты? Шесть заказано. Ну, 133 на 180. Все равно ситуация по лимиту. Здесь просто невероятное количество мародеров. И кажется, Матвея сейчас Блайк дожмет. Заходит Матвей на дальнюю базу Блая. Блайк лишается всех своих баз. В итоге на трех сидит. На ультру надежда. Ну, блин, не настолько ультражесткая, чтобы 130-200 разносить без баз вообще. Ммм. Так, Блайк пытается четвертую установить. Еще один ультралис заказан. Здесь антидрог ультралиск один остается. Матвей идет вперед. 3-2 грейды. Третий уже армор почти готов. Сканет. Блая, Микоза еще нету. 60 энергии здесь у инфестеров. Так, хату заказать не получится. Ультралов надо всех Блаю собирать уже. Два еще делается. Блай идет вперед. Микоз-то еще не готов. Блайк хочет еще до Микоза разменяться немножечко. Б53 на 190. Кайтит Матвей сейчас. Блайк пытается инфестеров вывести вперед. Чуть мощно-то получается. Ну, вот Микоз. Группа юнитов пыталась ультралов пофокусить. Блайк, Микоз кинул. Все уничтожено. Микоз-молоко. Отступить бы Блайк отсюда надо было. И Либераторы добавляются. Био плюс Либераторы. Но, конечно, тут слишком много лимита Био, по-моему. 165-200. Блайк опять идет вперед. Линги как-то поломились. Не понять, куда. Здесь Роуши забегают отгоняются. Пятый уже ЦЦ-шку Матвейц собрался замеймать. Но это-то наглость уже, конечно. Два первых Либератора летят вперед. Блайк пытается выгнать. Ну, Крип нужно распространять. А, вот Королева есть. Крип будет Блайк распространять. Он тут на небольшой каком-то кусочке крипа пытается биться. Микоз пошел очередной ультрала заходит. Все, сминают. Микоза есть еще? Есть Микоза. Но не так уж много, кстати, Микоза здесь убивают. Фаер Булл. Две штучки падают на Либератора. 160 на 180. Неужели Блайк здесь потащит? ЦЦ-шку рабочие сели. Ну, молодцы. Сообразительный Матвей. Фаер Булл по Либератору. По одному пошел. Второй пока живет. Блайк отступает. Еще два ультрала строятся. Лимит-то уже равный. Кстати, эти ультралы накидываются. Ой, Микоз какой прошел. Вообще жесткий Блайк. Просто зашатал. Здесь все бьет. Но инфесторы падают сейчас. Что самое интересное. Медивак один тоже падает. По лимиту Блайк просел. Но... Так, а что тут роучи-то бегают? Четыре ультралиска у Блайк. Делается. Пытается Декушку убить Блайк, кстати. Декушку очень так... Очень это с экстра соплаем. Еще одного Либератора сбивает. Роучи бы лучше взял. Реводзеров пару добавил бы. Новеньких Блайк. Грейты-три двойки у Блая. Депошка погибает у Матвея. Но никаких соплай-блоков не предвидится здесь. Королевы пришли. Оттрансьюзить надо вот этих ребят. Демеджных инфестора и ультрала. А инфестор что? Рыжий что ли? Инфестора тоже отстинпал. А это трансьюзил Блайк. Все, ультрал этих... Уже три реводзера есть. Мифос пошел. Либератор остается здесь. Либератор минус. Блайк шатает. Нужно отойти реводзерами. Отходит. Ультралы погнали. Нужно отвезти ультралов. Фаербулы идут. Да нужно пятую забривать Блайк. И все. Тут Матвей пока не готов ее реально оборонять. Здесь какое-то забегание без медивака даже идет со стороны Матвея. Но Блайк два ультрала уже сюда вывел. Ну пятую-то будет шатать Блайк. Трансьюзил ультралесков. Здесь Билл отогнано будет, естественно. Блайк еще наврубил, короче. И пытается втащить Матвея сейчас. Либераторы плетают. Микос. Три фаербола по либераторам пошло. Ну так. ЦС-шечка падает. Но ультралы что-то тут на либераторах сливаются, по-моему. Мне еще один Микос пошел. Пытается Блай выйти ультралами отсюда. Нужно сваливать уже, короче, ультралами. А то под ударом они под жестким оказались. 126-165, Матвея больше. Но, знаете, как перестимпачено все. Все демеджное мясо медиваков. Энергия только у одного откуда-то. Он взялся забыт, видимо, где-то был. Здесь на ЦС-шку Блай накидывается. Мультитаск попер. Здесь королева пытается зайти. Либератора выгнать. Заходит, выгоняет с новой базы. С 2-2-то королева, да, как стебают жестко. Здесь ультралы пытаются свалить Блай. Главное не зажиматься здесь на этой базе. Что-то уже много либераторов становится у Матвея. Здесь четвертая конь. Везде, короче, кончается все у Матвея. И у Блая новенькие базы две, фактически, здесь абсолютно. Причем нужно рабочих туда бы перевезти. И вообще все нормально будет. Здесь, вот, смотрите, Блай какой-то пёж просто. О, в одном стейке рабочих 11 штук. Вот сюда переведи, сразу добыча другая станет. Блай не видит таких моментов почему-то. Не знаю, увлечен. Ну, здесь очень сильно битвой он был увлечен. Поэтому и не видит, собственно говоря, этих моментов. Ну, сейчас кончится. 30 минералов этих. Все, заметил Блай, переводит рабов туда. 153-185 по лимиту. Здесь планетарка ставится. Матвея пытается будет с другой стороны обойти к Блаю. Сейчас видит, что Блай заходит. Марик был уничтожен, по-моему. Так, одного либератора умудрился Блай забрать. Но это маловато как-то один либер... Ни хрен, на себе тут мародёров. 24 плюс... Либератор ещё один падает. Плюс 11. Тридцать пять мародёров у Матвея. Блай, правда, их количество сокращает. Понимаешь, что по аэрбодчике всё новое и новое идут. Получает Микоза Матвей. Блай его отгоняет, опять же, укралами. Линги очень важны, потому что они вперёд выбегают. И Либераторы на них выстрелы свои тратят в этом миксе тоже. И там третья атака уже воздушная заказана. Если Блай вот эту выбьет СС-шку, Матвею будет уже печаль. Потому что здесь кончилось везде всё. Блай ещё много ресурсов. Здесь три королевы ультра. Новую хатку Блай собирается ставить, насколько я вижу. Матвей идёт вперёд. Надо брать сейчас Блай все ресурсы свои. Фаербулы. Прям три Либератора за три Фаербулы забирает. Блай просто умудряется как-то там крошить жёстко. Ультралы приходят наверх. Здесь надо оттрансьюзить всё и идти вперёд. Всеми бой юнитами принимать в итоге Блайу. Инфестры есть. Микоза есть. Королева подходит. Нужно выбить камни сейчас Блайу, что он и делает. Соответственно, ультралы про трансьюзион. И Матвей спускается вниз, пока Блай там камни разбирает. Начинает хатку выбивать. Уже нагло. И заметил, что Блай камни пробивал. Пошёл в итоге спустился. Королева сзади в Либераторов. Собираются врываться со стороны Блая. По Либераторам Фаербулы идут. Либератор пад. Здесь ещё один остаётся. Но Королева сбоку уже готова ворваться. Ещё Фаербулы три штуки. Два Либератора минус. 169, 172. Лимит одинаковый почти Блай. Тут Королев отвёл назад. Матвей блочит. Но не хватает контроля. Матвея всё ещё больше. Но Блай всю игру как бы Матвея больше. А Блай всю игру вытаскивает из этих ситуаций. Коррапторы появляются первые. Сколько их? Семь штук уже у Блайдис. Сверху Реводжера обходят. Нужно... Так, здесь можно по Фаерболе. Фаерболе 2 бил. Да, Либератора не смог достать. Нужно просто напополам, по-моему, армию поделить. Часть ультра вот сюда завести. Коррапторы залетают. Блайд собирается принимать бой. Всё, Калибератор это спереди уже. Посмотрите, в наглую расложенную. Выбивает Блайда. Иди через Афлик вперёд, Блайд. Что ж ты делаешь? Поломился Блайд. Ультралы идут. Либераторы падают за Фаерболе. Ультралов своих. Чё творишь, Блайд? Всё, Ультралов от Трансьюзил. Мико скидается. Матвея принимает Блайд. 130 на 130. Всё падает абсолютно. Лимита Блая больше. Здесь Ультралов просто за удар по несколько юнитов. Сразу проблевает. Идёт Блайд забирать планетарку. Или ещё не идёт забирать. Зелёнкой Блайд начинает поливать эту планетарку. Ну, нужно увезти ультралы. Зелёнки хватит. Здесь одной. Хватает зелёнки. Планетарк падает. 129. 99. Либераторы уничтожены. Хараптеры всё проблевает. ГГ пишет Матвей. И Блайд всё-таки, чуть не отдав эту игру, собрался, выиграл. Ну что, браток Сирал, подчеркали? Интересно. Что-то я не вижу, братка здесь. А, он, вижу, братка. Вру. 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 Продолжение следует... Так, Мороз, первая карта. Бороточек с Сиралом сейчас будет биться. Ну что, если все готовы... Сейчас. Продолжение следует... Поехали! Вроде все готовы, надеюсь, Сирал никуда не отлучился. Владимага уже читает финал один. Что-то много реально зергов там образуется. Получим 4 зерга в топ-4. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну да, рейнджа либератором не было очень долго. Это была очень большая проблема. То есть био фактически постоянно было под ударом ультралов, а либераторы гибли на фаербулах. То есть непонятно, было ли вообще толк от либераторов. Там может быть лучше по земле что-то было бы делать. Да и, ну, тгулые мародеры, это интересно, конечно, но... Нужно костов добавлять. Привет, Миш! Конечно, браток настоящий. Браток вернулся. Кстати, на... Кстати, на кипбетике ставочки есть. На все это дело можете ставить, если кому интересно. Димага... Фу, Димага. Хэппи не играет в данном турнире. Может, в следующем будет играть, не знаю. КСМ-эч-минус. Сирал принимает КСМ-ку, братка. Что браток видел вообще? Сейчас посмотрим. Ну, видел он все, что надо. Все, я и видел. Вначале сложно не увидеть. Полный расклад. Здесь у нас реактор факта. Браток демонстрировал уже такой билд. Их-2 барак плюс пошло. Предразведчик. Фугасов не было. Ну, кстати, с фугасов не было, то это косяк на такие количество мародеров. Я вот это не заметил. Там, конечно, ультралов больше было, да, там дэмэджи. Но все равно юниты, которые лишние там другие, они от фугасов бы терпели бы. Ну, что, на бараке лаба, на фахте, на реакторе гельонщики достроят. Сейчас 2 плюс 2, 4. Потом старпорт надо здесь где-то заказать, перелететь. Или прямо на реакторе он будет заказан. Это я пока не знаю. Ну, через 4 гельона, я так полагаю, здесь опанненько у бородка. Оверы на муви уже летают, разведывают все. Сирал там камни пока прогрызает свои, занимается такими делами хозяйственными. Старпорт заказан. Так, 2, 4 гельона есть, можно еще 2 заказать, в принципе. А смысл старпорт было ставить отдельно, если бы гельону больше не строить, надо было прямо на реакторе, чтобы не перелетать, ставить. Ездит геликами, браток, разведывай, купцать АПМ. 300 у бородка, нифига себе. Серьезная АПМ. Шпиль пошел. 48-40, парабам, пользу Сирала. Здесь у нас реактор на факте, реактор здесь. Стимпак скоро будет готов, но нужно строить... А нет, армори еще рано пока строить. С армори, конечно, хорошо будет, 4 гельона сделать, например, хелбатами, плюс все эти марики, как бы, и выход сильный бы получился. Ну, что Паша Оверов-то не сбивает, не пойму. Минус один Овер. Вот этого, что-то не сбил, не знаю, почему. Загружает всех мариков и полетел. Куда полетел? Куда ты полетел? Что, пешком не дойти, что ли? 92.89. У братка-то лимит замечательный. А-а-а. Здесь что-то столько бэйнов, что с любым почти... Ну, не с любым, но с этим лимитом не получится продавить братку, судя по всему. У него двухбазовый прессинг. Здесь шпиль сейчас будет готов, ему в бэйлингом делает. Перед на Овера, браток, сбивает оппоненту своему щиты делать, плюс они тоже сейчас будут готовы в грейд. Полетел дропчик сейчас. Здесь у нас турец строится, Овера будет, браток, убивать, прогонять. На Ксилнагу надо бы встать ему, конечно. Так, пытается забежать. О, поконтролить против Гелиона минок сейчас. Облетает Крампи, браток, да, пять маликов минка. Дроп не законтролил, погибло тут все. По лимиту уже больше, что-то сирала становится 96-104, только что братка было больше. Ну, пока достойно ваше смотрится очень даже. Пока, как бы, по такому стилю игры ничего особо и не происходило, конечно. Но то, что так начал вообще с сиралом, это уже хорошо. Так, обходит враток. Линги, бэйлинги убежали. Здесь только бэйлинги, если сплетануться грамотно, можно было бы подраться. Так, гелики на третью рваются. Здесь линги, бэйлинги. Нужно аккуратно быть предельно внимательным, Паша. Стимпа сейчас и уходит, но вот в этом узком проходе не собирается. И зерк врываться пока. Везде что-то браток все сбривает. Третий Сэшка в центр вылетает. 128-130 по лимиту. Лимиты близки. И реактора, три штучки, три реактора добавляются. Армори есть и вторая атака уже пошла. Все четко. Ну, мутка неожиданно прилетает и отсутствие туреток дает о себе знать сейчас. Туретки отсутствуют. Хоть на третьей туретке есть и то хорошо. О, минком летит, тирал. Блин, как не хватило здесь одной минки. Вот это залпы были. Как же повезло. Чертяги. Вот одну бы сюда еще перекопать бы просто как-то. Это минус вся мутка бы. Было бы сейчас. Это было бы просто жестко на самом деле. Так, здесь бэйлинги заходят. Браток не законтролил. Перехвалил. Что-то я Пашу. Минус все. 103-144. Отвлекся. Потерялся. Муталис киригенится очень быстро, поэтому, к сожалению, слишком из этого извлечь не получится ничего. Слишком извлечь много не получится, прошу прощения. Слишком ничего. Звучит туфтовенько. Так, минка здесь есть. И муталиски опять красные будут летать. Так. Тут моряки бегут. Сейчас бы мутка чуть дальше пролетела. Можно было минуснуть. Много реально муталисков. Капает минки. Браток заходит на центр. Ну, здесь линга бэйлингов много реально. Четыре минки залп. Ну, четыре минки потеряно. Вот им бы по муталискам стрелять этим минком. Су-2-4-156. Здесь забегание лингами идет, но ничего не получится сделать. Снимается с третий браток и пошел вперед. Четвертый базисерал. Ну, сирала 2-2. Бэйлингов много достаточно. По грейдам нагоняет. Сколько бэйнов? В 15-16-30 будет. Не, на крипе это жесть. И мутали скилеты отшатают. Хорошо. Куреточки тут меняет. Сирал, браток. Что-то настимпачился всеми. 156-185. Лимит, браток, накопил. Очень много, Паша. Сейчас. Уже. Здесь, кажется, забегание сверху пойдет. Сейчас. Минка делает залп неплохой. Опять по муталискам залп. СС-шечка поднимается. Паша отступает назад от бэйлингов. На две минки пытается выманить ее. Либератор идет вперед. Но несколько было бы дэмэджа. Вообще бы мутка много получала бы. 153-189. СС-шку нужно сажать назад. Минки копаются заново. Рабочие переводятся. 3-2 грейды. Здесь тоже уже 2-2 есть. У братка 3-я. А так, правда, еще очень далека от готовности. Криптумор минусует. Королеву минусует сейчас. Забегание на дальнюю базу. А вот пятую сейчас отменит базу Сираву, браток. Неплохой залп. Вот минки идет. Тимфатч, браток. Развод не получился сейчас. Что-то, по-моему, Мариков. Но кое-как, кое-как отковырялся сейчас. Блин, вот здесь бы не взорвалось бы. Столько много было бы вообще замечательно. Здесь Сирал успевает отменить все. Марики забегает на четвертую. В итоге Сирал, естественно, сюда сместится. Но здесь Овер все видит. Надо было либо улететь, либо моментально забегать. Как можно быстрее сюда. Что-то браток перестимфатчился здесь жестко. Ну, еле-еле, но улетает. Что-то под металлисками полетал. Сейчас непонятно, что-то делал. Это уже косяки. Врывается мулок СС-шечки к тресеньке. 170 на 130. Сирал идет зажимать уже, братка. Линга-Беллинги вперед закатываются. СС-шечка падает. Сирал уже не останавливается. Он идет зажимать. Это, судя по всему, минус браток. Вот Марик из КГ заходит. ГГ, вторую карту нам нужно играть. Ну, такая игра, я бы сказал, очень даже плотненькая. Получился Сумеречная башня. Поехали. Поехали. Здорово, Боттлнетч! Да, ваш тет здесь бьется. Да, ваш тет здесь бьется. Ну, Паша сам тренится, поэтому, ну, что ему объяснять? Он как бы сам знает, как ему играть. Ему мех сейчас редко играют. Есть, конечно, воздушный вот этот тиран стиль, но ХЗ, как он, пока не очень-то работает, насколько я замечал. Тем более, у Наверс меховод говорит, что мех это не особо есть на самом деле. PayPal на мылох лубить 10 дней бесплатной подписки на телеканале Дождь. Спасибо, не надо. Смерть на пороге. СМ готов. Ну что, ребят? Прилетает Браток, в этот раз через рипера опенинг. Пытается подшатать. Ну, Сирала Му делает, с королевы добавляются. С газа рабочих снял Братка. Плюс соточка еще. Что будет? Факта Старпорт у него, или что здесь будет происходить? Да, Факта Старпорт, реактор на бараке, точка сбора запилена. Здесь Муховером делает стандартный. Так, третья хата на лоу-граунде. Братка Танк меняется местами. Там все лаба на бараке. Факта садится здесь, реактор на Факте. Один барак прямо на реакторе ставится здесь. Залетает, соответственно, Сирал видит, что происходит. Ну, что, он тут пока ничего поделать не может. Раскачивается вторая. Надо было газ на второй добавлять. Два газа, браток, добавляет. Летит танком, харасит сейчас. Ну, билды достаточно четко у Братка. Ну, пока что не хватает в исполнении. В исполнении пока не хватает немножечко. Ну, кто здесь ходит? Чарик. Помылся. Помыли лапы тебя. Погулял. Погулял. Вот жопа. Ну, все, отдыхай один. Так, харасит Браток. Чуть пока не очень успешно, как-то, я бы сказал. Танк вообще никого не убил. По королевам пострелял немножечко. Ну, главное, дома развивается. То есть, Братка... Не, ну, раньше он хорошо задропывал в старые добрые времена, но никогда не было ставки, что он там убьет прям харасом там или что-то такое. Всегда в разумных пределах это все происходило. Главное, чтобы билд дома еще делался и там лимит строился нормальный. Так, нужно улететь танчиком. Браток улетает. Можно потерять было. Аккуратнее надо быть. Здесь риперс еще... О, эту хату четвертую видит. Минус рипер вот тут. Здесь двойной дроп полетел. И, кстати говоря, его не видит сейчас абсолютно Сирал этот дроп. А лимит-то почти равный. Пора оба очень близко, очень. Третий сэшечка улетает. Надо овера сбить очень. Сейчас побыстрее бы Сирала. Братку Сираловского, точнее. Здесь двойной дроп залетает. Но Сирал готов, обратите внимание. Браток далеко как-то летит. Моряки дропают сейчас. Линга Бэйлинги здесь рядом. Браток видит все прекрасно. Симпащи со всеми... Фокус Бэйлингов-то будет. Да, браток отконтроливает. Бэйлингов надо фокусить сейчас. Королев подрезает. Очень грамотно все браток делает, я бы сказал. Бэйлинги здесь вообще без прикрытия в итоге. Катку Сирал отменяет. Браток по фокусу. Бэйлингов еще раз браток Сиралу Хатку отменяет. 73 дрона, правда, у Сирала. Но вот из таких моментов вообще нужно убивать, на самом деле. Идти в таких моментах оппоненту своего. Сейчас 1-1 будет. Тем паче Сыпаша видит криптумор и криптумор и проблевает очень-очень быстро. Отступает мучка назад. Нужно все полечить. Подождать. Блин, щиты 20 секунд до щитов. Покатуки готовы. Да, готовы покатуки у Сирала. И сейчас может Бэйлинги... Просто 1 Бэйлинг может взорвать здесь реально половину мариков. Браток здесь застимпачился. Хату Сирал не успел заказать. Дронос контролил, отвел. 116-1. Браток-то жмет. И очень много юнитов вперед выводится еще. Сейчас еще продакшн увеличивается. Самое главное. Все, щиты готовы. В принципе, при нормальном более-менее сплите можно и потащить. Нужно ли... Ой, полудохлый медилак мне, браток. Что ж ты делаешь-то? Один дроп одинарный на мейн идет или двойной все-таки? Двойной от братка дроп пошел. На мейн врывается. Сирал этого не видит абсолютно сейчас. Нет, вот только сейчас заметил. Идет отбиваться. Или не видит до сих пор. Симпачился браток. На четвертый заходит. Здесь на мейне дропчик принимает Сирал очень-очень быстро. Загружается медилак и улетает. На четвертой базе марики под ударом. Стревает медилак. Неприятно. Мариков прям в бейнов браток дропает. Но медилак-то погиб. Нужно вот так дропать с тема? Да не, не нужно, конечно. 109-115. Сливает все. В итоге 2-2 грейды не самые ранние. Я им чуть-чуть завтыкал. И один с муталисков. А муталиски уже могут точку поставить в этой игре. Если еще одна такая неудача будет у братка. Будет очень опасно. Туреток вообще нету нигде. То есть мутка сейчас может залететь и нашатать просто жестко. Армор муталиском. Потому что Сирал уже к либераторам готовится, насколько я вижу. Ну, здесь один с муталисков. И есть, что Сирал ждет. Я не знаю. Ждет братка, видимо, выхода. Но вот если бы муткой залетел сейчас, могу бы... Так. Чем-то браток муталисков спалил. Либо просто поставил по таймингу. Не знаю. Хотя такой 9-9 минуты тайминг ХЗ. Миночки взрывает Сирал. Здесь идет вперед. Ой, как минка жахнула сейчас. Не слабо. Минка братка. Сиралки убивают. 45-126. Но по лимиту Сирал 3 в плюсе. 2-2 доделываются. Бейнов реально много. Перестимпачился браток. Вот там поаккуратнее надо со стимпаком всех юминтов. Бапаши действовать. Перевод еще подходит. Вроде как здесь все нормально. Минки перекапываются еще ближе. Хороший пойдет. Уминки Сиралки будут обходить. Могут жахнуть. Ой, ой, ой. Как жесткий. 96-147. Ну, вот как-то... А, вот контрзабегание. Прирост там братка где-то дома остается в итоге. Здесь бейны все взрывают. Танчик под ударом. Там нужно как-то с бейлингами разобраться. А как с ними разберешь их. Ну, неплохой сплит. Ну, бейлинги что-то все, аннигилируют. 66-137. Здесь минус все рабочие были походу на третьей базе. Еще и на мейн забегание прошло. И все-таки не хватает, Паш. Немножечко 70 лимит. Ну, как немножечко. Контроля не хватило. Вот когда первый приход был этих бейлингов, Паша расконтролил. Ему нужно как-то было сразу реализовывать. Идти убивать. Там реальный шанс был. Пока покатух не было, ничего не было. И до 1-1 в 0-0 там были грейды. То есть, ну, как-то решил отойти назад. И потом уже не хватило даже от сил немножко. Бывает такое. Симпатч с оборотов, но... Сжимает ухо витера. ГГ. Субтитры сделал DimaTorzok Frost Dust 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 Ну что, молодые пошли у нас И Култи, который что-то забил И опять он вроде как бьется Так, где Велоцираптор Привет всем, ребят Достойная битва от вратка И третий зерк у нас выходит уже Блин, какой враток Что-то куда-то Култи делся, куда он делся-то Достойная битва Все готовы Какие бы эти ставочки есть Ну что, Култи против Вероцираптор Начинается битва Погнали Так, братка Так, браток мне не говорил, что хочет постримить Просто его вместо игрока случайно Заинвозил, так-то если хочет ему постримить Пусть стримит Пусть стримит Стоит Стоит Продолжение следует... 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 Спасибо, ребят, всем за поддержку Еще спасибо Art of Joyce Умница, прям Потому что это правильно И грамотно Падают КСМ К 9, что Култи приходит на третью Это время к Велоцираптору Третья база уничтожена Фактически рабочие все уничтожены Култи пытается уйти Пропускает залп От танков, ну тут один стал Погиб, остальные задемеджились Иморталов уже 5 штук Шестой уже стройщик Култи заказывает, меняет 155-131 Выход пошел со стороны тирана Понял, что все плохо, похоже Так, есть 24-м века Но что он пока не заказывает? Призма есть Так, танки раскладываются Адепты будут врываться Врываются, да, адепты Кстати, Култи Либераторов Забрать Либераторов Забирает Сверху Эмотлас Сбоку Сталкер Сзади адепты Короче, Култи разваливает Все здесь очень-очень жестко Насколько я вижу 96-130 по лимиту И нужно идти добивать Более что неизвестно Тирану здесь Нексус еще делается Култи идет вперед Подблинкивается Под Мариков Мариков забирает Разворачивается Так, понял, что тиран Походу будет Сзади сейчас пытаться Култи здесь разводить Нужно подблинкиваться Сейчас Подблинкиваются Култи Медивак забрать Не получилось 27-148 Лимит все больше и больше Призмы, правда, нету Ну, сейчас шторм уже будет готов Еще один Медивак забирает Что-то Сплошные провалы здесь Вон сюда можно варпать И прессовать вообще Зачем призмы Нужно идти Убивать уже Приходит Култи-сталкер Странно он приходит Медивак один сбивает Скан пошел Заходит Култи сюда Под ту базу Здесь товар Сталкеров Дарков идет Все, здесь у меня ничего Почти нету Гейпи Раптор Следующая игра Гадите А там тиран Без стима Дрался, что ли Похоже на то Сумеречные башни У нас Следующая карта Дрался Один Дрался Дрался Раптор Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Темпста погибает. Плюс 2 барака добавляет Велоцирафтер. У типа Оржа сталкеры тут дома пошли. Парабам в плюсе. Он по общему лимиту в жестком минусе. В итоге плит гикон просто ненужное здание оказывается ненужным зданием. Мазершип зато можно сделать. Кстати, знаете, прикол, да? То есть старгита нет, ничего нет, а мазершип можно сделать, например. Мачок с тираном, с мазершипом пуша еще мы не особо не видели. Тем более в начале. Можно было бы прикольно, мне кажется, сделать. Так, Либератор, Циклон подходят. И Марики. Буквально еще в секундочку и погиб бы этот Циклон. Либератор раскладывается заново. Собирается продолжать харасить здесь у нас. Велоцирафтер пульти врывается. Марик парочку подрезает. Минку подрезать не успеет. Но зато успел Оракула вывести из-под минки. Нашел, где подрезать рабочего. Здесь у нас контроль идет против Велоцирафтора выхода. Тут фигню Велоцирафтор здесь делает. Абсолютно пульти. Блинк плюс один. Оракула сейчас газ сбреет. Ё-моё. Ну, Култи выбивает Циклон Либератора. Выбиваются две КСМки и минуты, которые газ пытались вычинить. Еще Марики придут, Оракула висит здесь. Просто, ну, разваливает. Ну, Циклон пришел. Минус ну. Все-таки Оракула. Тут 67-82 по лимиту. Да, варп еще с толкеров идет. Култи делает призму. Спускается, запиливает некст сейчас. По рабочим 47-50. Парабам, близко. Так, сюда навряд ли встал. Прямо что-то получится сделать. Жесткое, на самом деле. Копается минка. И, блин, через 30 секунд еще только будет. Ну, 20. Вот остается. Заходит Култи. Минку видит прекрасно. Уходит вниз. Блинк через 4 секунды будет готов. Так, лоцераптора. Тут две базы, кстати говоря. Он собирает спрессинг какой-то здесь делать, я насколько понимаю. Здесь летит призма уже вперед. Скорость-таки адептам заказана. Интересное здание у Култи на мэне строится. Которое может, собственно, игре и подрешать. Если Чик выбить, например, здесь выбить и сплетануть. Учитывая, что 2 ЦЦ-шки всего, это может, конечно же, привести к проигрышу у Лоцераптора. Здесь у нас 3 ЦЦ-шка запилена. Култи непонятно. Вот летит сейчас. 20-16 секунд готовности Даркшрайна. И архивы темплара пошли. Дистанц-майнинг. Култи. Парабам. Плюс сейчас становится. 6 секунд Даркшрайна. Выдвигается сталкерами вперед. Надо принимать. Здесь может, танк получится сбить. Можно подблимкнуться. Было агрессивно и резко назад уйти. Например, сейчас уйти. Мародера попытался подрезать. Опять же, без фугасов тут чью-то Велоциратор. Да, варп Дарков идет. Но призма это лети одновременно. Что ты стоишь-то, Пулти? Стоит что-то Дарков и замечает. Велоциратор идет вперед. призма вперед полетела наконец-таки. Дарки двигаются по одному сейчас вперед. Начиная отрезать Дарками. Пулти сейчас очень неплохо. В это время на вторую пролетают Дарки. Скан идет на мэн, а здесь-то ничего не поделать будет. Дарки другое начинают ТСМ их разваливать. Здесь в лоб Пулти, кажется, развалился. Где сталкер? Где он? 9 дней. Вот они на третьей стоят сзади. Дарки просто унижают 9 КСМ их минус. Нужно развалить. Сейчас Дарки еще идут танки отбивать сейчас в данный момент. Так, Адетка спускается. Велоциратор пытается дожать, но не дожмет по поводу что-то лимитом. 8,4 39 будет. Двукратное превосходство по боевому лимиту. Велоциратор два оверчажа Пулти ставит. Нужно ну вот, что, пулти верчажами на самом деле было бы сейчас. Талкеры идут попытки отбиться. Не, ну тут все печально. 50 на 112 33 на 111 лимита. В чем Култи, по-моему. А нет, Сэшка, вот она улетела. Шатая делается раф раку. И ты дома не работай здесь, туретка-то есть минеральная лимита, ничего не сделать будет. Пошел в Кан кривущий вообще, в никуда. Култи умудрился в него зайти одним дарком. Здесь тоже дарк есть, приходит прирост. 1-1, короче. так, Пулкси что-то на дарках пытается чудить, что у нас тут по сканам. Сканов пока нет. Скоро будут готовы скан хоть один. Релоцираптор отступил. Не понимаю, что происходит. Пулкси. Там у него ресурсы есть гидты. Добавляются сейчас. Так, СМ-ка уничтожена. Скан пошел. Дарки сбриваются. Последние дарки. ГГ. Что у нас? Решающая карта какая. Забыл я уже. Король Сиджонг у нас. Решающая карта. Решающая карта. Так, Велоцираптор готов. Култси что у нас там готов? Нет. Решающая карта. Продолжение следует... 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 Сталкер... Продолжение следует... 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 велоцираптор мисуса восстанавливают 7-4, култи что-то бегает вперед, но грейды 3-3-1 там 1-1 вообще так, култи гуляет опа, пью, пью испарились ребятки двое призма там куда-то крутит, култи что-то мудрит вообще, где его ведь боевой лимит я понять не могу пока, если честно идет тремя юнитами крестом, вроде как есть много бас рабочих много култи что-то тянет, тут заходит так, два дарка несколько сталкеров заходит а, ну здесь, кстати, нечем 3-3-1, грейды здесь култи разваливает вторую базу, 14 ксм еще погибает так, избревают танк выходит из рейджа скана в другую сторону и култи даже этими юнитами все разваливает дарки просто тут избивают все в итоге дарка одного заводит култи на кг левератора култи не собирается дарк, посмотрите, не могут убить дарка все эти юниты, тут же граиды невероятные так, пытаются выйти култи я не понимаю, почему бы не привезти сюда несколько юнитов вот сталкеры подходят да, ты не понимаешь что нужно привезти сюда несколько юнитов а все ремитеры гг пишут и лоцираптор понимает, что плохо и пишет гг, но култи не без проблем не вижу я что-то ни тефеля никого здесь не вижу но необходимо но то и Продолжение следует... 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 У Лена, ну что же, карта, на которой можно тоже, ну, очень агрессивно отыграть. Новый мощный стример на Team Liquid. Он, хоть и очень мощный, но совсем не новый. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо всем еще, ребят, за премиум-раз и за поддержку. Продолжаем смотреть Бобролигу. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что поразительно на карте, хотя нет, здесь более-менее надежно. Все через пол-первый в хатку выходят, что Лейзер, что Тефель у нас. Счет проставлен. У Лейзера интересное здание заказано. Ну, так рано это здание не строят для того, чтобы просто обороняться обычно. Так что здесь очень подозрительное что-то от Лейзера уже происходит. Плюс два дрончика. Сейчас, видимо, Овер будет еще один заказан. Соплай нужно больше. Тут то же самое, только чуточку попозже. Причем и Лейзер видит прекрасно, забегает, что здесь происходит. Ну и может принять решение, на самом деле, не строить пока роучий. Пытаться рабов отстроить. По рабам 28, 29, одинаково практически. Ну, у Тефеля-то еще мув есть. То есть он может сагрессивнейся сейчас получается. И если Тефеля сейчас агрессивней ищет на роучах и лингах, то Лейзер может отбиться на роучах, получается. Но он почему-то вообще юнитов боевых не имеет. Вот сейчас только первые четыре роуча заказаны. Пять роучей заказаны. Плюс два овера строятся. Но мува лингов нету, что самое подозрительное. У Тефеля тоже три роуча заказаны. Это роучи и реводжи. Ой, реводжер и линги от Тефеля будут сидеть очень сильно против роучей без мува. Без плюс один. Очень вовремя у Тефеля. Простите, у Лейзера роучи выходит. Он идет сюда, к проходу, к этому. И становится роучами на холде, чтобы линги здесь лишний раз не бегать. Но линги очень быстро юнит, они и вокруг оббежать могут при необходимости. Так, эволюшн заказан. Третья хата от Лейзера. Да, именно так и происходит. Плюс еще дрончики Аутифеля. Семь уже роучей. Восемь в продакшене. Три-то есть. Плюс это будет, да, абсолютно очевидный роучи и линги прессинг сейчас. Точнее, не прессинг, это улыбка будет роучи и линги. Какой прессинг, к черту. Лучия ЗВЗ, у которого не было. Хорошая версия. ЗВЗ тоже веселые бывают, на самом деле. Здесь роучи что-то все около третьего лейзера стоят. Тифель уже выдвигается вперед сейчас. И плюс один у лейзера сто процентно не успеет доделаться. Плетку ставят сейчас для обороны, естественно, и лейзер. Линги заходят. Роучи лейзер пытаются увести. Но роучи же тоже здесь. Дронов нужно сейчас в бой услать. Ссылает и лейзер дронов в бой. Но теперь оно очень много роучи зашло сюда. Это похоже на 1-1. Тем более, линги дотекают гигантских количеств. Хотя пока еще что-то по два подбегает. Но в заказе 16, плюс четыре роучи у Тифеля еще. Так, здесь роучи проблевают. Здесь тоже роучи. Тифель проблевает. Плетка сейчас будет готова. Желательно бы ее отменить. Она сейчас натыкает. Тут у ее и так натыкает роучи. Но Тифель смещается от плетки. Заходит к рампе. Выходит так. На мейн будет идти? Нет, на мейн пока не идет. Линги набегают. Плетка на лингах агрится. 79, 56, 1-1, ребята. Абсолютно точно. И все, теперь плетка убивает. Роучи убивает. Везде все. Ссылает и лейзеру убивает. Ну что. Чизон прочих Чиза ответил. Не таким быстрым, правда. ГГЛ это пишет. Вот такие вот дела. Так, станция Король-Сиджонг у нас. Сиджон, точнее. Просто, а не Сиджонг. Вот так. Вот так. Да. Абсолютно. поехали те фильт уже готов все готовы Ну что, ребята В 17 хату оба играют 1-1 у нас Надо бы свет включить сейчас Так, эти фельд 3 хаты Пул ставят у нас Билд, вот какой у него пошел У лейзера 17 хата Пул просто В принципе, за это Может и не так важно Будет зависеть все от дальнейших действий То есть можно догоняющую третью поставить Ров завоза рабочих никто не даст СД зажать Просто и построить там 50 рабов хотя бы Хотя бы по сливке 68 на 8 минуте Там в других матчапах было Вот Ну Если будет лейзер агрессивничать Например, то Тефель может принять Вполне Ну и лейзер снимает С газа рабочих И одним только Начинает добывать Ребята не поможет Принятая Сергей Ребята не поможет Кур Сняли 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 Так, здесь у нас линги забегают. Одного дрончика сгрыз Элезер. Ну, я думаю, больше не даст ему Тефель сгрызть. Шесть лингов у Тефеля и Беллингне строятся, между прочим. Готов ли Элезер встречать? 14 лингов заказано, а у Элезера Беллингнест где? Вот он, Роуч Уоррен пошел. Роуч Уоррен, это, конечно, очень интересно, но Роуч Уоррен успеет ли он к Беллингнесту? То есть он-то сам-то он успеет, но успеют ли выйти Роучи, потому что линги уже вперед бегут. Так, почему все-таки так, что поляк на поляка попадается? Ну, это Паша там не специально, я думаю, сделал. Так, Дмитрий Александрович, Димган, это ты 500 рублей на Сбер? Твои стримы спасают, когда больной, респект. Спасибо тебе большое. Я сам, как давали, пострелить люблю. Ну, слава богу, сейчас не больной. А вот Маша 38,3 температура сегодня. После садик уже какая-то. Опять заразили, блин. Сорвались все поездки. Так, приходит Тефель Беллингами в ответ. У Элезера три Роуча заказывает. Лингами сгрызает. Тефель жестко, кстати, и Лейзера сейчас вообще в мясо сгрыз. И три Роуча-то уже не заходят здесь по ходу дела. Королеву пытаются принять. Здесь Беллинги взрывают рабов. Королева в минус сейчас, в расход пошла. Королева падает. Беллингов Роуча за зал фокуснули. Но Линги выходит. Роуч пытается подгрызть. У Элезера очень вовремя прирост Лингов выходит. Тефель пытается скрыться. Ничего не получается. Что же ты делаешь? Тефель новые Линги дотекают. Но пока точка-то в игре в этой не поставлена. Вот сейчас насколько у Элезера Линги вовремя вышли. Это просто жесть. Если бы не эти Линги, это было бы ГГ. Но это не ГГ в итоге. С какого года в СК начал играть? Не знаю, с 99-го, 2000-го, наверное, где же первый Старкрафт мы начали в кубах уже катать. Так, 10 Беллингов Лингов пытается Тефель отжать Элезера из этих Лингов. Надо Роучи убивать, пока Линги в другую сторону отошли. Линги в другую сторону отошли. И Тефель Роучи взбревает. Элезер пытается помочь своим Роучам. Не может в открытом поле это никак сделать. Новые и новые Линги от Тефеля подходят. К Трансьюзы кидаются. И Тефель, кажется, проблевает. Сейчас Элезера неожиданно. Элезер неоднократный победитель Бобра Лиги. Но он очень часто играл в финале с Хэппи. А сейчас Хэппи нету. И в итоге Элезер проигрывает. Что нет Хэппи, Элезер проигрывает. Теперь в итоге вот такие вот дела. Линги забегают. Королеву проблевают. Или еще не проигрывают. Еще пока не проигрывают. Новые Роучи появляются. Плюс новые Линги. Лингов нужно отжать. Вышел сейчас Элезер в открытое поле. И теперь его сгрызает в очередной раз. 37-58. Нет, это все. Это уже ГГшечка. Сто процентная. Забегают Линги. Так, уйти у нас в чатике. Следующий раунд. Что-то решил Лотов покатать, что ли. Ну что, Милка против Найт Энда. Где у нас Найт Энда? Нет Найт Энда на канале. Ну что, Милка против Найт Энда. Ну что, Милка против Найт Энда. Так, не наблюдаю совсем Night-end и что-то Ну, ждём Night-end Night-end Продолжение следует... 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 33-49 по рабам. Неужели Милка... Блин, Милка тут, смотрю, сейчас потащит, по-моему. Был бы в линку, у Найт Энда можно было бы сюда зайти, но в линка-то нету. Симорфа 3-й будет. Ещё хорошие филды от Милки пошли. И от Найт Энда хорошие филды. Но Милка-то дерётся. Смотрите, часть сталграфа отжал. Всё, с Н3 кончились у Найт Энда. В линком контроль и всё, ничего не сделать было. Так, заходит Найт Энд. Блин, не будет сил, да, Милка. Это ошибка была. Можно сейчас лифтом на мейн, кстати, заехать к Найт Эндам, к Милке. Палил Милка, что здесь на рампе призму у оппонента. Так, пошёл филд. Да, варп от Милки адептов идёт уже. Найт Энд загружает. Салкероп. Посмотрите, как в наглую сейчас загружает. Отдался тут Мазеркорфилд. Так, разводит Найт Энд. Пытается развести Милку с Н3 и новая варпа сейчас Найт Энд. Но уже, по-моему, здесь ничего не получилось. Хотя нет, кстати, успел филд поставить. Вот гад! Усумел на мейн проникнуть каким-то образом непонятным. Но у Милки и Мортвилл... Блинк есть! Всё, Блинком заходит. Нормально, отбивается. Милка теряет Найт Энд. Всё, фактически. Здесь контроль, мягко говоря, так себе у Найт Энда. И он не сумел переварпить. Это 1-1. Неожиданный расклад вообще. Милка Найт Энда тут разваливает. Глянь, каким-то непонятным образом. Так, сталкеры отблинкиваются, Милка все. Где там Три Мортвилла гуляли, пока не поймут. Да зайдите наверх, кто уже на Аклике. Убейте ему, подними юнитов просто на ТГ. 51-89 пулей митов. Адепт там хоть на вторую смещаются сейчас. Куда они там на вторую? Там варп прям в минеральную линию пошёл. Адепт телепортируется. У Милкин намедленный пилон, чтобы провал сейчас на ТГ. Найт Энд понимает, что ничего не сделать. Так, а что третье? Так, руины Серенса, говорит у нас Найт Энд. А, Эндиона, какого Сероса? Блин, что я всё Сероса-то вспоминаю? Ну, долго эта карта присутствовала. Молодец, Милка, что я тут могу сказать? Коэффициент-то на Милку. Наверное, даже на карту на... А, хотя там на карту, наверное, сталка и нету. Милка, какого Сера, я подкат, какого Сера? Ребят. Милка, какого Сера? Я так, КОЭффициент, говорит он, что, я на карту на карту. Милка, какого Сера? Милка, какого Сера? Это Сера? Продолжение следует... 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 Ностаргейта пока не заказана Ничего больше не заказана вообще Адепты идут вперед Мимо сталкеров проходят, сейчас закэдэшится Иллюзия И сталкеры вообще не понять Где находятся Сейчас у Найтэнда заходят на мейн Мазеркур у мелки Улетел, это проблема Три пробки минус, блин, это печаль полная Найтэнгейт бомбит, вот красавчик Рашл сталкерам зажалуют Блин, ну при таком раскладе Три пробки это еще реально немного Мазеркур возвращается домой То есть Милка легко здесь отделался Легким испугом, но Там уже нектус пошел и все равно это очень плохо Не проси, Бутыл, прощения Все равно никто тебя не простит Ладно, шучу Что такое? Разработка завершена Я здесь, среди теней Ну что, пиончика от Милки ставится Пытается он контрпушить Понимая, что дела плохо Так, гейт пошел Ну это поздно К таким пушам надо заранее готовиться Еще один гейт Все, варп готов Милк стоит Мазеркуром плюс токерами Найтэнг все это видит Все, открывай гейты-то, варп готов Гейты Милка открывает Три гейта сейчас будет открыта Надеюсь, имморталы уже строятся Блин, и Найтэнд будет принимать Конечно, Милку сейчас Так, там три сталка Найтэнд не спешит вылезать Он иммортала ждет Случал на огонь Не исключи на огонь Может, это от тебя тут отдает сверху Пытается Милка зайти Пилон еще пошел До варп сталкера и двух адептов Здесь имморталы уже есть Мазеркур подрезает Найтэнг Тут пытаются адепты зайти Ну что, тут ничего не получится А у Милки, я так понимаю Нет, адепты заходят Уверчаж нужно на Найтэнду ставить Он ставит, уверчаж раз ставит Уверчаж два ставит Уверчаж два Адепты падают Дегает еще плохо Понимаю, что ему не победить Зашли адепты слишком нагло Вперед Так Frozen Temple Храм в Альдах Создаем сначала Вот так Magic не будет стремиться в последнюю пару. Добавил субтитры. Ну что с Минат-то такое, блин? А вот он, здесь, всё, отлично. Ну всё, поехали, Кас против Минат. Первая игра, храм в альдах. У нас на кибете ставочки есть, Минат не фаворит, и мне кажется, это перспективным моментом. Может он кассу убить, но не знаю. Думайте сами, решайте сами. На Кванчи против Нерча 9-0-2 коэффициент, офигеть. Просто, заглядывай, с 10 долларов в 90 нужно выиграть. Но Кванчи надо Нерча развалить. На Кванчи может, я думаю, легко это сделать. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Ну что, ребятки, 0-0. Ну да, Нерч давно обещался к нам попасть на Бобра Лигу, всё-таки по итогу попал. Ну что-то у нас в этой Бобра Лиге так получилось, Хэппи Стрэнджи нету, что-то зергов столько много. Как бы не заполонили, боюсь, и они всё вокруг. Ну посмотрим, может, и не заполонят. Ну что, ЦС пошла у Касса. Добавляется Дпушка, Рипер строится. Здесь 17-я хат стандартная, Газпул. Время. Время. И. Время. Бобра. Время. Время. Ну что, летает реперочек, харасит сейчас. Отменяет Минато. Тут в спорке рипера не получилось. Что, убить особо? Здесь дрон третий пытался заказать у Минато, но не смог ничего заказать. Восемь плюс дронов у Минато почти доделалось сейчас. Муфлингом. Ну, нужно убить рипера. Сейчас рипер на хг запрыгивает. Минато, куда ты спешишь-то, ё-моё. Муфлингом готов. Всё, отменяется газ. Куда ты поехал-то, ё-моё? Какой-то поехал там Минато. Всё-таки доездился в итоге. Еле-еле хату заказал. Здесь у нас гелиончика два заезжает. Минато на перехват идёт минус гелион. Какой-то выброс произошёл непонятный. И рипер улетает. Зерго с Минкой там чё-то какая-то. Контра. Ну что, газ приезжает пять гелионов же Минато. Окружает их очень неплохо. Лингами, кстати. И три уничтожено моментально. Практически роуч выходит. Шестьдесят пять по лимиту. Ещё четыре роуча строятся. Ну, на самом деле адепты адептами, но мелкозря пушить стал в ответку в третьей игре, как мне кажется. Там не настолько было всё печально. То есть можно было некту ставить. Да, он бы отставал немножечко, но можно было пытаться биться. Ну, в принципе, с Найт Эндом, как бы, отыграл более чем достойно, считаю. Счёт 2-1. Фаербулы пошли. Либерат залетают. Раскладываются на второй. Минато уводит. Всё. Два дрона не успели выйти из рейнджа Либераторов. Здесь можно фаербулами два, кстати, между чик-чик-чик накидать и двух убить. Я уж представил, как откидается. Опять Эльбератор раскладывается. Разбомбил все личинки как-то. Всё разбомбил, чертяга просто. 82-73 полиметра. Третья Сэшечка готова у кассы. И начнётся сейчас штамм жёсткий. А здесь на мейн раскладочка идёт. Спорка не достаёт вообще ни до чего. Он-то до одного Либерат достал, а пока он разворачивался. На вираже сбило. Четвёртый от Минато. Грейды пока не заказаны. У кассы уже 1-1 делаются. Опа! Фликерфлайт на 5000 увеличивает призовой. Респекции Фликерфлайт. Но это Паш, он человек. Насколько я понимаю, призовой становится нормальным. Колома нахождается. В добро. Кабик, ублюдки. Укрута. 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 Ну что, здесь фаербольщики пошли, камни пената пробивают, чтобы было проще обороняться, сапплай блок неприятный, здесь забегание на третью идет лингами, а что оно может сделать с забегания, ответ ничего, здесь танк, есть бункер, правда пустой бункер, сейчас в него что-то сядет, это будет марика 4, естественно, можно меньше посадить, на самом деле, чем 4, и вот казбараков добавляют, правильно, здание разносят друг от друга, пространство большое для обороны остается, это важно, и 1-1 доделываются грейды. Ну, плюс еще, соответственно, будет, естественно, пэта 6500, ну и получается 20-ка где-то призовой, учитывая проценты, вычитаемые, да, там, сайту, ну и Паше за организацию, должен же, что он с этого иметь, за то, что заморачивается так жестко, тем более, что у него ремонт, а до этого не было, ну ничего страшного, ничего страшного, он же не стримит, меня-то вы поддерживаете. вот такие вот дела. фаербольчики пошли, опа, хорош Минато, 1 медивак сбивает, 2 чудом ушел, просто жуки из попы стреляют, как в этом звездном десанте прям какие-то. Джонни Рико здесь, надеюсь, сидит в этом медиваке, чтобы разобраться дальше, что с происходящим. Нет, похоже, если здесь сидел Джонни Рико, то это минус Касс. Но, судя по всему, его там не было. 157, 141, 2-2 практически одновременно, и ультралис Кеверн уже у Минато пошел, а Касс выдвигается вперед, собирает сбивать Минато. Щиты пока не готовы, пока идёт доделываются, здесь 2 медиваков всего, а танков 5, 3 так на муве едут, получается. Танки сидят, сейчас можно было танки все словить вот эти, кстати говоря, попытаться Минато, но он не решился без крипа драться, но на сиджина это уже точно лезть не надо. Куда ты идёшь, ё-моё? Фаербол пошел, двух либераторов забирают, там что-то ещё взорвалось, по-моему, хеллбат. Ну блин, вместо того, чтобы подловить, нужно всегда ловить такие моменты, когда тиран только сиджится там и так далее, чтобы синхронизировать атаку. Забегает Линги в спину, спереди тоже Минато врывается, ну вот зачем? Вот Касс стоит на месте, пусть он стоит здесь в пустыне, пусть они там курят, ё-моё, уйди ты домой вообще, зачем ты ломишься, блин, пусть он придёт, вот когда, когда тиран раскладывается только, надо его прессовать, это же золотое правило, блин. Три ультрала заказаны, но они уже могут не успеть выйти, просто Касс идёт. Тут Микос потерян, всё потеряно, кажется, это 1-0 в пользу Касса. Я уже сомневаюсь, что не, но хотя, в принципе, можно с отдачей четвёртой базы терпеть, ждать Кхитина с ультралом, это ещё 40 секунд ждать, там где-то сколько? 50 секунд ждать. Так, линги в спину заходят, забегает сейчас Минато, ультралом ещё армор не готов, но фаерболы пошли, 160 на 120, ультрала без армора, Минато минус. Блин, ультрала без армора, это ошибка очень серьёзная, драться с ультралами без армора с 10 июля 2016, вообще такое не катит совсем. Вот ультрала уже с армором становятся, но тут и Либераторы завозят сейчас Касс сюда за место. Ультралы, правда, тут что-то минусуют очень жёстко, танк минусует, линги приходят, фаерболы падают, фокус ультрала, но вот как раз таки фокус ультрала здесь и не решает. Да, Минато там пуляет-то, попадает мимо постоянно Минато, фаерболами не может выбить Либератора, наконец-то убивает 112-138 по лимиту, линги заходят, линги с адреналином вообще, да, с адреналином сделал Минато, а это ж не я за ЗРГФ играю, адреналин лингом конечно же нужен, но четвёртую занимает и 118, ну 150 тут у Кассы. Пока экономика есть, 4 инфестер закрут, зачем сюда Минато вомиться, непонятно. Нет, сегодняшнего GSL, к сожалению, записи нет, почему-то плеер ни хрена не записал, хотя клубку реально зал уже самое прекрасное помню, там записи обрезаны, просто несколько секунд осталось, но я поговорю с Аспирантом, блин, там много музыки, но её тут не будет, походу записи пропала, это дичь. Ну на Твиче найдёте без моих комментариев. Так, 146, 187 по лимиту ещё ли доделывает этих реводжеров Минато, четвёртую добывает, вот пятую ставит сейчас, вот третья здесь база поумерла, кстати, да. Ну какая, не четвёртая, а третья получается. Пытается Минато Касса подловить. Касс ныкает сейчас за минералы, но посмотрите как тут никто заходит, жесть просто. Либераторы правда живут, Либераторы бомбят инфесторов, очень жёстко они как-то бомбят, фаерболы пошли, инфесторы все падают. Вот сейчас три фаербола в этого, а Минато кинул четыре, надо было одного сюда, а он бы не погиб с одного, да. Короче, прогоняю. 31-141, и Минато-то с помощью ультралов начинает тащить, что самое интересное. С помощью ультралов Сезерги обычно начинают тащить, но у Касса нету свитча в анти-ультралов, а вот Либераторы есть. Либераторы летят, сейчас четвёртую заблочит, Касс наглухо Минато, причём. Четыре Либераторов летают, трёх можно с фаербола несколько забрать, что Минато и делает. Попадает по одному. Туда надо было, сюда как-то между ними кидать. Не получилось, Минато это сделать. Как-то у Лая уже на опте это всё получается. Минато по одному кидать. Вот же между двумя этими, кавычками, вот этими чёрточками кинь, да заблочит всё. Ничтошно. Вот, по двум попал. Ну тут что-то Либераторы разбомбили рабочих всех к чертям. Касс умудряют сводить. Но Минато долго собрался. Вот как только Либератор раскладывается, нужно сразу кидать фаербола. Всё, наконец Минато отбился. Девять дронов, полгода не добывается база. И Минато опять же по лимиту жёстко отстаёт. У кассы Гасты уже, плюс новые Либераторы Гасты. Это уже очень опасно, конечно. Здесь Либератор разложен сверху. Линк один ошибся, пробежал в ренже. Минус Линк. Вот, два Либератора сейчас минус залпа неплохо от Минато. Плюс ещё инфесторы добавляются. Здесь добывается четвёртая база. Забегание в контр, забегание лингами великолепное проходит. Гасты падают, всё падает. Минато заходит сбоку. Снайпер-шоты по ультралам идут. Сейчас очень жёсткие стороны касса. Минус те ультралы и Минато сминает. Сейчас кассу. Минато, победа, касса. А какое там... А какое забегание великолепное было. Так, Мороз, следующая карта. И нашествие потом. Мороз, видимо, касс выбрал. Где касс-то? Вот он, касс. Где Мэджик, потом Мэджик. Минус те ультрал? Где касс-то? Гребец. Минус те ультрал. Вон, касс. Опять звук отстает, что ли? Ну, теперь я уж топ-старт не буду делать, да, стримлю, в общем-то, так. Ну, а вам напоминаю, что вы можете поддерживать Бабролигу, естественно, материально, призовым фондом. И меня, и мой канал вы также можете поддерживать. Вот, а мы ждем продолжения пока. Битвы, бойни этой жесткой. Куда-то КАС пропал. Поехали. Все, КАС пришел, начинаем. Что за окей, переходите на окей. Короче, ребят, я не знаю, переходите там куда-то, я не знаю, куда-то переходите, короче. Есть твич, есть виде ТВ, все сейчас работает, переходите куда-нибудь еще, ребят. Я, ну, не знаю, тут не было этих проблем, может, сейчас появились. Может, еще в чем-то дело, но у меня как бы не было никаких признаков того, что плохо должно стать что-то. Продолжение следует... Продолжение следует... На твиче всё хорошо, но это, видимо... Это, видимо, что тут с плеером, с ггшным произошло, как обычно, не знаю что. Ну что, минакс трёх хат начинает, очень нагло, я бы сказал, без газа вообще. Здесь гиллионов выход идёт. На эдит всё окей со звуком. Ну что, реперок залетает, гранаточку кидает. Ну, евро буду смотреть завтра отборочные на ИМ. Как ИМ постримим, так и евро посмотрим потом. 22.00, как раз успеем, я думаю. Репер, МК, слетает Харасик. Тут есть подсветочка овером с хайграунда. Репер улетает прямо под овером. Ну, королеву выведи, чё мне надо стоит-то, королева у него водит. Сейчас репер отрегенится, ещё и улетит отсюда на изи-черк. А листрим с ГГ лучше, чем трансляция? Ну, потому что на ГГ премиум лучше, чем листрим. А так, на 3-ч качество вполне себе хорошее. Это да. Но не лучшее. Так, СС-шечка в орбиталочку превращается. Твич тоже подлагивает. Мало, походу, поддерживаешь канал, вот всё и лагает. Чё-то у других не лагает. Это я специально напилил. Ладно, шучу, конечно. Опа. Опа, пинг 1200 у меня чё-то стал. Тысяча пинг? Чё за пинг? Игра приостановлена. Чё за пинг? Чё за пинг? Пинг? Чё за пинг? Чё за пинг? Так. Так. До 400 упал. Так. Ну, 122 упал. Калпинг. Я не знаю, что за фигня, может и нет, может поэтому и со звуком какие-то косяки были, может и нет влагал. 99 сейчас стало. Всё, продолжается битва, вроде лучше стало сейчас. Пользователь r.zealot активировал премиум на ваш канал. Спасибо тебе, r.zealot. 13 дронов ещё у меня отзаказано. Лейера пока нет, но 1-1 значительно раньше, чем у кассов. И лейер в итоге, блин, 2-2 не сможешь заказать, лейер не сразу будет. Так. Либератор на второй базе от касса прилетел, пострелял. 6 дронов убивает. Как-то меня-то не сразу реагирует в очередной раз на Либератора. Ну, всё, пинг нормализовался. 50. PS-северы упали. Ну, значит, это батлнет, значит, это не от меня проблема. Походу. У всех, у остальных всё нормально было, кроме меня. Пар影. Да. Ха-ха-ха. Пар影. 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 Три-сто. Пар影. Пар影. Так, здесь еще Тминато Криво королевами зашел, вторую потерял, системы пробую, что на это в нашей отчизне. Нужно ударить Искандерами по Польше и Румынии, чтобы не рчусь Тефелем с Элейзером и с Найтенном, весело было. Ну что, минус риперы. Один, точнее, рипер. Ну, 88 на 110 пользу касса по лимиту. 2-2 у Минат заказ, но у касса армори есть, грейды не заказывает. Пока втыкает что-то касс. Нужно что-то предпринимать ему. Здесь у нас бункер есть с четырьмя маленькими, поэтому Минат особо ничего не делает. Ой-ой-ой, как сейчас было? Это 23 здесь погибло? Походу, здесь и погибло. Загружаются танки, все, летит вперед. Заходит касс на четвертую базу к Минату. Минату, ну, очень много лингов, но они без бейлингов. Вот что поразительно. Где хоть один бейлинг? В итоге касс дерется. Здесь неплохо, но... Что-то теряет билд. Киданул моряков мародеров, забрал только танки. Один мародер успел сесть только в медивак. Но это косяк. От касса, конечно, сейчас 2-2 будет готово здесь. Забегание от Мината идет вниз. Он что, голыми лингами касса решил убить? Не пойму. Касс врывается наверх. Четвертое вообще не добывается. Танк где-то за 3-9 демель рассиджен сейчас. Так, 2-й поближе. 7-5 часа касс, но огребает здесь от лингов очень жестко. Правда, танк такие залпы делает колоссальные просто. Смотрите, сколько демиджа он наносит. Это жесть. Лингов падает миллиарды. В это время контр забегания от Мината. 102 на 97 по лимиту. И еще забегание идет. У касса что тут? Депошка не закрыта. А, тут вообще ничего нет. Бараки как-то криво сидят. Линги врываются на Минт. Вторая атака у касса не готова. Это что, Мината прогрызает, что ли, касса сейчас? Похоже на то, что у танка уже 38-200. Это просто космос какой-то. Так, хватит кассу прироста? Непонятно. Ну, прирост здесь бьется. Марики бьются. Линги в это время мимо. Марика пробегает. Танк 49 вообще-то. Танк уже задолбался стрелять. У него сейчас кончатся патроны. 50 на 50 остановился. И Мината прогрызает минеральную линию в очередной раз кассу. Линги все бегут и бегут. 3-3 заказывает грейды Мината сейчас. Касс стабилизировал и отбился в итоге все-таки. 50 настрелял. Вот это геройский танк. 5 муллов кассу гиб 4-й. ЦЦшка у него есть. Ну, надо поаккуратнее выйти. Куда касс полетел-то? Я что-то не понимаю. А вот на 4-й он летит. Мината врывается на 3-ю. Здесь всего 1 бункер. Касс простимпачил мариков в этом бункере. Часть мариков с мейна заходят сейчас. Принимают бой против лингов. С КСМ-ками дерется касс. Линги пытаются нижним мариком помочь. Не очень-то они помогли. Хотя здесь зато пока нарон. Здесь дробчик разваливает сейчас 4-ю базу очень сильно. Лингов касс отвлек часть. Марики дерутся как герои, но этого не хватает. Здесь опять врыв идет. Мариков 4 штуки. Лингов касс отбивает. Еще новый марик стоит по 9. Строится сейчас. 3-3 у Мината, но у касса все больше и больше мариков продакт. Погодите, почему больше? У него 9, как бы вот так и строится. Здесь забегание в Мулов идет. Марики с ХГ, Марики с 3-й забегают. Касс отбивается здесь достаточно легко. Линги падают. Мулов достаточно кидает касс-мулы сюда все. Так, значит, 3-ю смещаются линги. 84 на 93 по лимиту. 62-43 в пользу касса по боевому. А Мината, что это за стиль-то такой? Гулые линги сплошные. Ни ультралов, ничего вообще нет. Адреналин есть? Есть адреналин. Мината. Ну, касса темпач, Мариков миллиард уже. 2-2 в 2-2 ситуация получается. Здесь надо в бункер посадить несколько Мариков. Стенку закрыть, просто вот сюда барак перевести. Депошку поставить. Все, вопрос решен. Так, загружается касс-2 направильнее пролетел. Ультралис кавер, но Мината нужно сюда посадить Мариков и пойти добить просто, блин, Мината. И все. Мината даже Беллингов не пытается запилить. И это очень большая ошибка с его стороны. Так, Либератор улетает, но второй дробь нескольких Мариков, остальных касса идет. Так, кто там пришел-то? Что-нибудь вытащит меня отсюда? Раз в дороге! Месторождение минералов выработано. Кто-нибудь вытащит меня отсюда? Так, ребят, тысячу занесли долго. Ну что ж, тысяча это хорошо. Не зря сходил хоть 140к-128 Минатаса. У Минатс 125 линков, 137 линков, 45 дронов. Ультралис кавер на делается армур ультралом. Сейчас ультралы будут заказаны. Касс концентрирует юнитов всех своих. Гостакадемия пошла, линк падает. Будет касс вперед выходить, не пойму пока. Эти маленькие лингов без бейлингов развалят вообще сейчас легко. СС-шка перелетает, но это не планетарка. А не планетарку с таким количеством хп на четвертый ставить, это вообще жесть просто, булно. Ну что, главное, чтобы не только долги заносили вы, ребят. Точнее не вы, а мне. А и вы поддерживали меня, и мой канал. И Бабролигу, что самое главное, тоже поддерживали бы. Потому что пока никто ничего не напилил. Ссылочка есть в описании канала и на главной странице на Бабролигу. Поэтому есть возможность поддерживать призовой фонд. 169 касса, 156 минато, стканет касса, видит только лингов и инфестров. Ё-моё, что за зал был сейчас? 20 лингов минус в очередной раз. Минато тут пробивает. 2-2 у касса, вот он забыл, что 3-3 надо делать. Так, забегание на третью, но бункер есть здесь. Ну, хотя здесь и много реально лингов. На 3-3 грейдах, бункер падает моментально практически. Касс темпач сверху юнитов подводит. Марики сгрызаются моментально, но пришёл прирост от касса. Отбивается неспокойно. 185-152, касс, вперёд-то пойдёт. Устанавливается бункер на третью. Сенсор в Тауэр добавляется, Либераторов всё больше и больше. Сканит касс, видит, что у минато нету базы. У него вот где новая база. Ультрала. Сколько у нас? 3 ультрала и масс-масс-масс линги. А чем Либераторов убивать? Реводзеров я чё-то не вижу. Караптеров я чё-то не вижу. Собирается минато прямо сюда заходить. На третьей базе линги забегают. На третью. Тимпач с минато третью собирается отбивать. Здесь Либераторы прилетают ещё. На третью проблемы. Касс минус куда-то мимо всё повёл. А вот на вторую врывай. Ёма, как тут минато разгрызает? Просто 2-4 рабочих у кассы остаётся. Бункер вообще там на 200 хп надо вычинить бы. Королевы пришли, сюда будет минато ломиться. Касс 3-3 делает ему до 3-3. Вообще рыпаться нельзя сейчас. Субтитры делал Dimaто. Так, ну что, полетел. Кот там касс. Лимита 200. 3-3 сейчас будет готово. Через 17 секунд затянуло что-то прямо эта игра. И здесь, посмотрите, не готов минато встречать. Касса дроп нифига. Ну что, королев уже реально много. Всё, у дропа третья атака доделается. Армор через 6 секунд. Жёстко здесь этой хате приходится. 8-9-10 уронов минус. Уже минато возвращается сюда. Да что толку? Вернулся. Касс загружается. Улетает. Выход при этом пошёл от касса в центр. Надо сканить. Сканит касса. Убивает криптурсик. Королевы пытаются уйти. Сколько? Ё-моё, сколько королев у минато здесь. Касс на опершоте. Да ну, надо их и имп-шить. Даже, наверное, в таких количествах. Задружает. Так. Раскладывает либераторов. Касс сейчас вперёд. Опять же пойдёт дальше. Или не пойдёт. Опять на третью, чёрт побери, забегание от минато. И опять касс не готов к нему. Падает сенсор Таура. Бункер А8. У КСМ их падает. 33 рабочих у минато. У касса 25. Здесь опять марики дропуются. И марики опять же здесь без потерь фактически дерутся. Передроп на хайграунд пошёл. Рабочих убивают. Очень жёстко касс сейчас хайграунда. 33 дрона минус. Не надо ничего с этим поделать. Вообще не может. И ни одного марика, главное, касс не теряет. Так. Пошёл касс наверх. Один дроп в другую сторону полетел. 150 на 200 по лимиту. Здесь линги оббегать пытаются. Но гасты их встречают. Да куда-то раскладывать на лингов и либераторов. Касс что-то тут мудрит. Раскладывать на лингов и либераторов. Передропают. Минато лингов расплетел везде. Заходит касска второй. Либераторы разложены. Минато собирается драться с кассом сейчас. Да, да. Собирается драться. Заходит королевами. Королевы падают. Нужно гастами. Помогайтесь. Напишут. Ультраун все. Инфесторы. Микос кидать. Ой-ой-ой. Либераторы стреляют. Очень больно. Ультралы все падают. Но сзади и так. Линги вообще не заходят. Ультралы падают. Падают. Ультралы нужны новые сны аппершоты. Либераторы кончаются уже. Так. Ну, либераторы-то кончаются. Но био никто не отменял. Ну, либераторы-то кончаются. Ну, либераторы-то кончаются. Ну, либераторы-то кончаются. Так. Ультралы бесконечные трансфюзы. Просто 86-66 по лимиту. У Минато 14 дронов. У касса 0 рабочих сейчас. Но по лимиту касса намного больше по-боевому. Он возвращается домой. У него гастов сейчас 12 штук. Ой, 26 мариков, 2 мародера. Сейчас еще гасты достроятся. Гасты, правда, без инвиза. Это очень ошибка большая от кассы, что он инвиз не сделал гастам. Нужно все брать вперед, идти сейчас. Все. Сидеть кассу нечего. Рабочих 0. 0. Что ты сидишь, касса? Иди вперед. 4 марика еще строятся. Все, берет он все сейчас. 31 марик, 14 гастов. Еще двойной дроп летает. Да все, идти добивать надо. Здесь можно либераторов прямо на минеральную линию разложить и все. Не понимаю, что касса здесь ждет. Просто для меня загадка. Ну, он СЦ шкует, но он понимает, что ситуация предельно опасная и тяжело будет что-либо сделать. Так, у Минат 14 дронов, ну где? А, они дистанц майнингом занимаются. А, то есть тут и Мината должен лезть. Касс уже это понимает сейчас, что Мината здесь должен но здесь не касс пошел на мариков медиваки, сливая от касса, просто два медивака мариков на такой стадии. При этом всем на Ксилнаге он ставил, что самое удивительное. Так, здесь есть либератор. Все, больше нет инфесторов. Касс идет королев лавить. Мината загулял здесь. Нужно еще снайпер-шотить. Так, трансфюзы по ультрам. Вообще еще снайпер-шоты идут. Минус ультралиск. Все, видит Касс, что здесь происходит. ВП, ГЛ, Мината. 2-0 Касс. Ну, не просто досталась ему эта победа, хоть и с сухим счетом он победил. Так, Фрост, Мороз. Так, ребят, переходите на альтернативные плееры, если у кого-то звук лагает. Все, поехали. Начинаем быстренько сейчас. Ну что, последняя битва у нас на сегодня. Кванчи против Нерча. Мороз, Фрост. Первая карта у нас. Да, начнется битва. Редактор субтитров, Т. weleя. Продолжение следует... Продолжение следует... Не хочу запись на две части разрезать, соответственно. Нет, уже написал в Гоу-ХФ. При старте игры. И что-то здесь не написал, поэтому... Ну что, линги принимают сейчас пробочку. Кванчи ее уводит. Чего у Кванчи? Я понял, что 300 почти. Вот Кванчи дает. Так, твайлайтик пошел. Ну что ж, твайлайтик это интересно, конечно, все. Что же будет Нерч делать? Нерч пока раскачивает свою экономику. 28-26 парабон. Стандартно пробку при таком билде опережать. Еще мало даже опережает. Кванчи видно как-то кривовато рабочих строил в какой-то момент. Должно быть опережение стабильное. Там 30 с лишним уже рабочих должно быть. На 2-3 пробки могло бы быть больше 100%. И скорость таки адаптом пошло. Прибегает ли... Не линги, нет, начинает напрягать. Увертяж выставлен. 2 линга погибло, но... Так, пробу пошло. Плюс еще гейт. Еще гейт его, да. Пилоны стоят таким образом, что не может Кванчи и разведать это все в итоге, как я понимаю. На 3-й нинксу собирается Кванчи выходить. 2 гейта добавляются сейчас. Ну, 4 гейта призма, так понимаю, будет. Здесь овер залетает. Центрая его встречает сразу же. Квайлай-1 стоит. Квайлай-1 рядом стоит. Короче, спали сейчас все, нерч. Заказано 8. Роучи сейчас у него. Лейр заказан. Королевы пошли вперед. Нерч не собирается тянуть время, насколько я вижу. Он идет вперед королевы роучами. Плюс линги будут в дотекании. Здесь у нас что? Призма еще не готова. Пока она доделается, нерч уже придет сюда. В общем-то, и сейчас будут еще реводжеры. Заказано, естественно, 300 газов. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый, пятый. Пять реводжеров. На них газ был. Больше пока нету. Так, ванчи уходит на хайграунд. Будет за третий нюкс вообще биться? Я так понимаю, что нет. Так, реводжеры на мую пришли под пилон. Ошибка контроля сейчас от нерча очевидная была. Но пилон падает. Адепты иллюзии к ванчи не хрустил. Никуда не улетел. Призма загружает, разгружает. Даже с такой ошибкой контроля здесь у нерча все очень-очень круто пока что. Так, два фаер-бола на пилона. Сталин один попытался призму или куда-то попасть. Не понял я, если честно, даже. Все, пилон уничтожен. Надо прессовать уже рампу. Сэндрюк пытается забрать нерч. Забирается эндрюк. Верча же еще в пилон пошли 1-0. Теперь пилон падает. Пройдет вверх мальчей. Следующую карту создаем. Frozen Temple. У нас второй акарс. Этот храм в Альдах. Пройдет вверх мальчей. Пройдет вверх мальчей. Пройдет вверх мальчей. Ну что, ребят, вторая игра Кванчи против Нерчо, разведка идет, здесь 17-я хата, Газпул стандартный от Нерчо, ну как тут, тоже как-нибудь чезануть по идее можно, опа, спешл тактикс от Кванчи, через фаржу Нексус в Лотве, первый раз вообще вижу такое за последние, я не знаю, сколько времени, кажется, Кванчи что-то очень сильно боится здесь, или он зафатонить хочет, он хочет зафатонить, вот он хитрец-то какой-то, фатоночка раз пошла, фатоночка два, кстати, пробку было видно, по-моему, понял ли Нерчо что происходит, похоже, что не очень понимаю, что происходит две королевы заказы, дроны переводятся, ну тут просто так, Нерчо сейчас бомбанет, мне кажется, если он проиграет ну что, Нерчо, кажется, собирается наломиться пока на фатонке, с доотеканием лингов, первую вроде как убивает, Кванчи пытается фокуснуть Нексус, но это ошибка с его стороны сейчас была, хату пытается фокуснуть, нет, не ошибка, добивает хату, но фатонки падают в итоге, и Нерчо здесь отбивается достаточно легко, а здесь что, да эволюшн делаем, просто передроп на мейн, здесь фатонки нету защитные, все, да, Нечо очень правильно понимает ситуацию, реагируют, и Кванчи предусмотрел ли это? по-моему, совсем ничего он такое не предусмотрел, эволюшн достраивается, он строит 125 секунд, все, так, Линги здесь прибегает, видит Нерчо, что так, мазеркор готов, сейчас будет овер заказан сейчас Кванчи спалят все, кстати говоря запиливается овер, пилон падает по минуточку, будет третью хату Нерчо ставит, нет, пока третью не ставит фатоночкой в минеральной линии, ну блин, уже так, конечно, жестко Нерчо, не получится напрягать оппонент своего так, перезагрузка, загрузка Линга пойдет, сейчас очень жестко, адепт пытается убить, убивает адепта Нерчо сейчас адепт падает, здесь еще зелочек присутствует, овер чаш на пилон запилен, три дрона еще заказано, но Нерчо, смотрите, даже при таком раскладе Нерчо в плюсе по экономике остается, что удивительно, конечно, но он реально в плюсе так, пытается овера подвести, лингов ввести, ну уже лингов-то не получится отвести, пугать заказан здесь камень, кстати, пробивал фуанчи, можно пока камни фатонка била, например, уйти попытаться, но он не попытался, не еще уйти ну вот 33-26 по рабам, вот смысл было через фаржу начинать, что-то так проседать в итоге за последний раз я не знаю спасибо все 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 Так, блин, мама пришла сейчас, секундочку. Так, все, я здесь. Так, тут адептов двух нерч уже словил. Лингами. 65-50 по лимиту, лейер все готов, 43-38 парабам, здесь скорость таки адептам делается. Ну ничего, что-то вообще на мэне нет особо. Здесь линги пробку находят моментально, пробка уничтожена. Рейнжовая атака пошла, лейер готов, гидроден, где он вообще, на третий гидроден прям пошел. Так, ну да, стрим сегодня идет долго достаточно. Летает тут Уверсир. Разве тут 56 дронов, 42 пробки. Ну что, гидроден готов. Мух рейнж гидрей сейчас от нерча пойдет. И 7 гидральсков заказано. Да, пошел мух рейнж гидрей, плюс 1 на половине, даже больше, чем на половине. Нужно будет выходить, убивать сейчас, судя по всему. Нерчу. Так, Ванчи делает выход с призмой сейчас вперед. Да, Варпадептика, почему два-то? Сколько гидров вообще? Три гидра, а что за странный выход-то такой? Три гидра, третий никс, это выход пошел непонятный вообще. Что за выход, не понимаю. Так, здесь гидра бегает, гидра-то без прикрытия лингов. Телепорт в рабочих, но нерч гидрой моментально все здесь окружает. Королева затанковала, адепты просто разгромлены. 120 на 70 по лимиту, падает все в хлам. Великолепная оборона со стороны нерча. Он так очень четко сейчас сныкался, там принял. Призму пытается сбить, мог и призму сейчас это успеть поймать. Ну, он идет вперед, здесь лимитов 69 на 138, знаешь, это ГГ. Падает все в ГГ, пишет Кванчи. Вот такие вот дела. Заготовочка была интересная, но, к сожалению, не аж слишком силен. Ну, все, ребят, увидимся. Время очень много, надо пойти прогуляться, мне футбол посмотреть, домой зайти. Вот. Всем спасибо за внимание. Стрим будет выложен этот на YouTube. Сейчас прям начну выкладывать. И приходите завтра в 12.00 пролига, позже отборочные на IEM. Будет очень круто.